Все, сделай еще стоп-старт очередной. Пилю рекламку сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok Так, видишь и есть, е-мое. Субтитры создавал DimaTorzok Дзерк организовал сходку в каком-то месте. 1500 вход. 40 человек пришло. Это что-то конкретно много людей. Не знаю, что там анонсировали. Что-то вроде анонсировали. Мы ждем, наконец-таки, начало. Ребят, на кибетике ставочки есть, кому интересно. Сейчас я вам сетку покажу. Что я делаю, а? Сегодня я какой-то криворукий. Что в игре, что везде. Просто, блин, что-то жму куда-то вообще. Не попадаю никуда. Прям уж меня аж я в шоке просто. Короче, ребят, шоу-тайм и лейзер. Дарк, НИП, Бьян, Тиуай и СЕ Статс. Такие матчи нас ждут сегодня. Все это будет по порядку идти сверху вниз. Собственно говоря, я все это буду стримить, естественно. Ждем начало. Так. Отмениваю на два условных бакса, короче. Перелю сразу, ну, шоу-тайм их. Нафиг быть шоу-тайм. Я уверен, что с лейзером фаворит. Хотя вдруг и лейзер удивит и развалит просто. Фаворит, так как вы видите, Дарк с НИПом фаворит Тиуай немножечко с Бьяном. А Статс прям очень сильно с Зестом. На Зеста заманчивает такой коэффициент. Вот. Ну, сложно сказать, что там будет, конечно. Да. Все было притак. Все рандомилось у нас. Чел рандомно доставал бумажки и сетка рандомно получилась такой. Вот. Ну, я не знаю, может, конечно, доля подмешивалки какой-то была там. Вот. Ну, я думаю, что нет. Здорово, атака, здорово, пацаны. Былка поддержал ваш канал на сумму 100 рублей. Спасибо, Букте. Помните про поддержку, естественно. Вот. Она необходима, чтобы более-менее в этом соревновании чертовым идти вперед. Ну, вот. Пока что что-то очень-очень сильно отстаю. Но это только, в принципе, начало. Но будем надеяться, что будет лучше. Спасибо всем, ребят. В общем-то, говорите с кида косяки, где-то кому что-то не видно. Вот. Какая-то штука пошла. Это Параполта рассказ. Я был в лучшем университете в Куре, и после обучениях университета, у меня была высокая шанс, что я смогу получить хорошую работу, выбирать, чтобы быть про-геймером. Вы знаете, это очень сложно, чтобы быть успешным. Я просто чувствую, что я очень любил это делать. Короче, хотел идти учиться, и решал стать про-геймером или нет. Про-геймером тяжело быть. Решил годик попробовать, говорит Полт. Что это за турнир такой был? Это по Старкрафту турнир, я чуть не понимаю. Ботманс ППП поддержал ваш канал на сумму 111 рублей. Спасибо, Ботманс ПВ. Так, не понял, былка, что за четвертое место за месяц без суммы. С3, Л3, не надо флудить, пожалуйста, мне в личку. С3, Л3, не надо флудить. С3, не надо флудить. С3, не надо флудить. С3, не надо флудить. А, Герсел Супер турнир. Валят справа, по центру, не знаю, кто такой. Спасибо за информацию. Так, не надо флудить. Не надо флудить, пожалуйста, всякую левую тему. С3, не надо флудить. С3, не надо флудить. С3, не надо флудить. Я люблю думать о этих вещах в жизни. И это на старках. Я думаю о том, как гейминг будет. Я планирую. Прикольно. Снят, конечно, у них на высшем уровне. Полт пошел в армию, блин. Честь и респекта для него показывают. Он самый лучший игрок в мире. То есть... Крагидру тоже будет, да. Нет, там рот открывает, курит всех, сидит. Красавец в ладере. Вот он, Элейзер. Элейзер самый сюрпризный игрок здесь в четвертьфинале. Никто не ожидал, что он вообще сюда попадет, естественно. Но он все-таки попал. Вот. Бабкин Барн Барн. Не понял, фрошток и какой ник можно поменять. Ну и в гудгейме, если ты туя хз, можно нельзя. Эчимон Галакс, я активировал премиум на ваш канал. Спасибо всем за премиум, ребят. Помните, что с сегодняшнего дня... Ну, в честь... Здорово, Вердос. Я не знаю, Бабкин Барбарн. Наверное, новый аккаунт надо делать. Хотя я не знаю. Нет, ну как-то меняют люди. Спроси в чатике, наверное, больше шарят. Те, кто-нибудь ответит, я не знаю. Мне ничего менять не надо. Вот с сегодняшнего дня премиумы... Наклад не исчезает, если два активируете. Накладываются друг на друга, стакаются. То есть, можно просто подписаться на 10 премиумов, смотреть 10 месяцев подряд, как бы, в этом месяце. Так что, ребят, кто так делает, всем спасибо. Ну что, ждем близкончика, ребят. Старкрафт на горизонте. Зовите всех сюда, естественно. Не знаю, кто возьмет близкончика. Даже не знаю, на кого букмекеры ставят там. Но я думаю, что в этом году, возможно, чудо и не кореец даже до финала может дойти. Хотя в сетке, где не корейцы, затесался Дарк. А Дарк очень-очень жесткий чел. Но он играет с не менее жестким НИБом. Правда, поднадо... Это проверка для НИБа ПВЗ, конечно, очень жесткая. Показывает нам, как унижал просто Бьян Вайлета в хлам. Не знаю, что там НИБу не повезло. Считаю, у НИБа все нормально. На таком уровне турнире, когда ты прошел в топ-8, на близконне надо быть готовым наказывать всех, естественно. Я думаю, НИБ готов. Да, у него ПВП, конечно, чуть получше других манчапов, но остальные тоже великолепные. Мы будем болеть, будем смотреть. Пока что повторы идут про всех. Лекс Лол активировал премиум на ваш канал. Я даже не знаю, какие, собственно говоря, кто здесь фаворит. Лекс Лол активировал премиум на ваш канал. Лупо, спасибо, Лекс Лол. Короче, честно говоря, не знаю, кто здесь фаворит полностью. Но мы ждем, в общем-то, начало. Фактически у нас что получается? Четыре протца, два зерга, два тирана. Один тиран точно в полуфинале, один протца точно в полуфинале. Насчет зергов непонятно. Я лично болею, конечно же, за НИБа в матче с Дарком, потому что он уже зарекомендовался как крутой ученикгрок. Но если выиграет НИБ в шоу-тайм, то зергов, к сожалению, больше не останется. Так, нельзя поменять Бабкин Бан-Бан? А как ты узнал? Я не знаю, как ты узнал. Квакер 3D активировал премиум на ваш канал. Спасибо, Квакер 3D. Квейкер. Короче, ребят, самое время активировать премиумы и т.д. Поддерживать можно в любое время, сами знаете. В этом месяце крайне важна поддержка, потому что конкурс стримеров идет. Вот. Как я и говорил, если займу первое место, то обязательно организуем какой-нибудь турик из призового 1030, как минимум. На призовой пелю, но первое будет очень тяжело занять. Но хотя в топ-3 попасть... Кедок активировал премиум на ваш канал. Хотя в топ-3 попасть, и то было бы хорошо. Аню реактивировал премиум на ваш канал. Спасибо, Анюдань. Джейсон Брукс, затащишь? Я вот чё-то не уверен, там какие-то... Это еще... Я даже не на втором, не на первом. А еще обузить не начали. А вот конец месяца явно там обузить начнут конкретно. Всякие самодонаты делать и так далее. Ну да ладно. Нет так нет, чё тут говорить. Евро-Окей, привет. Все условия там можно почитать в самом ссылке, короче. Вот. Вот здесь вот. Подробно о конкурсе сверху. Меккейс активировал премиум на ваш канал. Нужны премиумы. Нужно ваше внимание. Нужна поддержка через плеер. Донат, то есть... То бишь, нужно... Решает человека часы. Былка поддержал ваш канал на сумму 100 рублей и сообщает. Поехали. Спасибо, Булкти. Человека часы решают, во-первых. Рейка, подчеркивание, активировал премиум на ваш канал. Во-вторых, ну, донат, естественно. Ну, больше, конечно же, решает донат, потому что быстрее всего это делают обычно, да, как бы. Ну, посмотрим. Ладно, чё тут как бы плахать. Плахать здесь нечего. Плахать здесь нечего. Плахать здесь нечего. Плахать. Так, извините. Кого забыл в поддержке. Неудобно, сейчас все сделано. Так что такие дела, ребят. Ну посмотрим, еще турниров много. В этом месяце, конечно, лучше в прошлом был конкурс. В прошлом как-то прям бодро по турнирам, по всему было. Шролл активировал премиум на ваш канал. Спасибо, Шролл. Спасибо всем за премиум. Кстати, скоро для нового смайлика место освободится. Былка активировал премиум на ваш канал. Спасибо, Лик Слолл. Не знаю, кто сколько нас стримит, меня это не интересует. Меня интересует, че... Бабкин Барн Барн поддержал ваш канал на сумму 500 рублей. Диат подчеркивание по Олл активировал премиум на ваш канал. Спасибо, Дэр Кулл. Я думаю, может отключить озвучку или пофиг. Народа много опилят. Если в игре будет, это жестко будет. Спасибо всем большое, ребят. Мне интересно, что... Что я и мой канал займет, какой по итогу этого марафона место. Потому что, ну... Как Старкрафт у нас жить будет, соответственно. Спасибо, Лик Слолл. Короче, ладно, пока отключать не буду, если будет жестко напрягать. Шэмпс поддержал ваш канал на сумму 50 рублей и сообщает, с мира по нитке, помимо лидеры. Четавер серьезно старался. Ну, посмотрите, сколько у него людей там больше. В два раза почти сейчас на стриме. Плюс ему больше бабла шлил. Естественно. Из-за этого. Плюс твич. Короче. А человека часы решает? Ребят, видимо, сейчас уже начнется все. Спасибо, Фастрон. Короче, не буду отключать. В любом случае, всем спасибо. Ну, начинается, да? А че она зависла-то, реклама эта сраная? Все, нормально. Оповещение? Не, люди против того, чтобы выключать оповещение. Бабкин Барн Барн поддержал ваш канал на сумму 500 рублей. Спасибо, Бабкин Барн Барн. Оп, кит, спасибо тебе. Вижу три пятерки на сбере. Хороший стрим, инстрейнер, жги. Ну, скажу тебе честно, многое будет зависеть от игр, ребят. Если игры будут крутые. Как-то у меня заряд идет чисто на игры, я вам честно скажу. Вот. Будут крутые игры, будут крутые. Да какие они еще будут, ребят. Самый главный турнир в году. Напряжение просто колоссальное. Конечно же, все хотят выиграть. Мол активировал премиум на ваш канал. Это очевидно. Сейчас посмотрим, куда эти цифры сныкать. Ё-моё, блин, я пропускаю вообще все. Так, Бабкин Барн 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 Барн. Ё-моё, блин. Я все проморгал, все провтыкал. Им подчеркивание, Пека активировал премиум на ваш канал. Екстремия террор активировал премиум на ваш канал. Бабкин Барн 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 поддержал. Ваш канал на сумму 500 рублей и сообщает, как ник сменить. Ща, погоди, Бабкин Барн Барн Барн, щас я конфе спрошу. Диат подчеркивание, Паул поддержал ваш канал на сумму 100 рублей и сообщает, Главное, чтобы три протоса в полуфинал не вышло, а то нас бедных точно понерфит. Хнык. Спасибо всем, ребят. Не успеваю добавлять, блин. Фатум Арфеус активировал премиум на ваш канал. Пустиас, Пустиас, Барн 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 Барн, снегниован спасибо всем ребят пока ладно мужика не буду отключать поймите правильно пацаны мне вам еще турнир на мутить на эти конкурсы в декабре то надо что это турик замутить будет естественно сестра шоу тайма ничего такая сестра привет сестре пацаны сейчас передадут в чатике по ходу дела нул активировал премиум на ваш канал здарова вот он еще раз видел сон фастрон поддержал ваш канал на сумму 100 рублей и сообщает вот таким темпом и поддерживаем может и отгоним фрицов икс девил активировал премиум на ваш канал так погодите сейчас я просто попробую кое-что сделать я не пока конкретно какую-то вкладку блин он все убавит понимаете как бы нельзя убавить чисто вкладку как бы чтоб здесь звука остался прежним вот чем проблему а ну хотя можно а кстати протестин активировал премиум на ваш канал грейминк активировал премиум на ваш канал былка поддержал ваш канал на сумму 100 рублей вот так вот здесь делаем погромче а там сделаем нормально короче и 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 но Ну я думаю, ты можешь как-то так. Фастрон поддержал ваш канал на сумму 100 рублей и сообщает, вот мы на втором месте. Берегитесь, мы идем. Спасибо. Лиша, подчеркивание, 320 активировал премиум на ваш канал. Спасибо. Если кто-нибудь, ребятки, будет премиум разыгрывать, он дадим. Ликстремий террор поддержал ваш канал на сумму 100 рублей и сообщает, по мяч готов. Что, уже на втором, что ли? Да, уже на втором. Еще без запаса пока. Короче, ребят, ну турниров еще будет много, будет старлайны, будут все дела, как бы. Я, поверьте, ребят, я тут дома даже ночую, короче. О, Зики поддержал ваш канал на сумму 416 рублей и сообщает, поме пусть сестру вернут на экран шоу Таймовскую. Спасибо, Зики, сестру шоу Таймовскую нет, не вернут. Сестра придет, если в Старкрафт круто будем играть в СНГ. Без топ-1, возьмем, как бы, конкурсы стримеров. Я пильну турик, невероятно поднимется скилл СНГ игроков, как бы. Вот, и еще потом пильем турик. О, какой е-моё, смотрите, кто это вообще? Дедушка какой-то ходит. Думаете, не знает, что происходит? Он нормально там еще... В этот, Варкрафт первый лепил. Так, кланчи. Так, если скину... Погоди. Именно на киви тебе надо? Проблема в том, что у меня на киви 500 рублей, как бы. Премиум я здесь с Яндекса, допустим, купил. На киви могу 500 скинуть. Потом-то остальное, как бы. По-другому никак. Так, сурки активировал премиум на ваш канал. Так что, ну... Либо на куда-то другое. У меня есть еще на вебмане, блин. Ну, на вебмане мне просто даже не злогинется, потому что вот у меня симка лежит без телефона, вонючий Билайн. Вонючий Билайн отключил мне симку, если что в телефон не вставлено. Я пойду предъявлять туда, короче. Этой симке просто лет, наверное, уже, я не знаю, самая первая. Ну, давай, кидай. Я тебе сейчас прямо скину 500. Вот, вот, куплю прем тебе, вот. Ну, и останется там с Атентом, или сколько тебе должен. Киви мне скинь только. Если ты так близко, то ты хочешь больше. И он знает, что он способен больше сейчас. Я понял все, я понял. Так, голосование сейчас запилю вам, ребят. Сам лично. Я думаю, что это очень тяжело. Я думаю, что это очень тяжело. Я думаю, что я просто не могу быть удивлены, как хорошо Шотайм будет играть. Может, он просто крутит у Лазер, и я думаю, что, да, cool. Но из того, что я слышал в этом backroom, и что я видел из Лазер, я думаю, что он вообще может быть подниматься. Бабкин Барн Барн поддержал ваш канал на сумму 500 рублей и сообщает, болеем за сестру Шотайма. Так, голосуем, ребятки. Спасибо, Бабкин Барн Барн. А, точно, ты с ГГ сейчас и подержать не можешь. Да, абсолютно верно. Я и сам забыл, короче, об этом. Вот. Чтобы не обузили донат просто в этом месяце. Вот. Сделали так, что... Я чуть не вкуриваю. А чё он, это... Чё он облочится постоянно? У меня даже Касперский вырублен. Брандмауэр может облочить рекламу? Извини, я даже и не знал, что такая хрень. Я даже не знаю, как сейчас делать-то. Куда их можно с ГГ? Былка поддержал ваш канал на сумму 100 рублей. Спасибо, Булкти. Я не знаю, что делать, короче, тогда. Я же могу там... Не, ну Миша не будет сейчас за 500 рублей завариваться. Сейчас слишком, как бы, много дел. Бегу активировал премиум на ваш канал. Ну всё, СМИХ пришла. За шоу-тайма, короче, за сеструху. Ладно, шучу, Элейзер. Элейзер тоже может показать молодой, перспективной. Практически, как наши СНГ, пацаны. Вот, но... Но будет непросто, конечно. Элейзер очень-очень. Поверь мне, БКСК-2 физкультуры. Многие Старкрафтеры, помимо Старкрафта, занимаются. Потому что от физической формы и голова соображает хорошо. Вот, нормальный. А в Старкрафте это очень важно. О, индейца подвезли, ребят нашего, вместе с пигом австралийским. Ну что, индейец, значит, будет всё ништяк. Зал ещё не полностью запомнился, но плей-офф, я думаю, завтра-то полный будет. Хотят все кубок. Не, из кубок этот не корейку достанется, и будет вообще круто. Из культуры занимаюсь, да. Вот сегодня на брусьях ходил. Ребят! О, Куанчи, где-то премиум взял. Боттл Нэч ставки принимает. Да, успокойся ты, Боттл Нэч. Поддерживайте лучше мой канал, ребят. Поддержки просто я поражён, сколько премиум, сколько поддержки. Спасибо, Боттмон, СМВ большое тебе. Я не буду, короче, рекламу пилить, потому что я просто поражён. Я не думал, что прям так будет. Я сейчас расплачусь, ребята. Спасибо большое, братва. Ну что же, ещё и хоум-стори впереди все. Я отписал немцам. Чё-то, короче, нихрена. Там пока мне не ответили. Ну всё, игра поехала. Скажите, не громко ли там комментаторы орут? Я их сделал потише маленько. Вот, как слышно меня на их фоне. Элэйзер против Шоу Тайма, Фрозен Темпу, Храм Вальдах. Первая у нас карта. Так, окно открыто, окно открыто, всё нормально. О, сестра Шоу Тайма пришла. Привет. Смотри, у нас тут альфа-ачей много в чатике вводится. Будь аккуратнее, и что помню тебя защитит. Вот, Экстрим Террор. Всем спасибо. Короче. Гейт, Газ, Нексус, Кибернет, Кальшоу Тайма. Элэйзер через пул первый, между прочим, играет. И Газ. Шэмп сактивировал премиум на ваш канал. Затачим все, активировал премиум на ваш канал. Спасибо, Шэмп, спасибо всем, ребят. Помните, что кто премиум, кто постоянно смотрит, мой канал. Можете 20 премиум подписываться. Ближайшие два года я буду стримить, я планирую это делать, как бы. Вот. Ну, а в этом месяце будет полезно, естественно, для канала. Так что, если раньше кто-то премиумы кидает, да, и кто-то один, короче, на канал все активируют, я его наказывал сразу, потому что это было нечестно, как бы, что он пропадал. А сейчас, если ты быстрая рука дикого чатика нашего, то тогда можно едва активировать. Цифры на победу в марафоне. Честно тебе сказать, я не могу уследить, что там, там, ты так, бабкин барбан, зики, чтись, так, это 900. ГГ.устич активировал премиум на ваш канал. 1400. Кандер подчеркивание ГГ активировал премиум на ваш канал. Нул активировал премиум на ваш канал. Боксер активировал премиум на ваш канал. ГГ.устич активировал премиум на ваш канал. Спасибо всем, пацаны. Ну, дайте немножко покомментировать. Ну, в любом случае, спасибо всем. Короче. Бабкин Барн Барн активировал премиум на ваш канал. Короче, ребят. Адептами Шоу Тайм походил, немножечко поконтролил. Вернулся домой, ничего фактически не убил. Торсти Интв поддержал ваш канал на сумму 100 рублей и сообщает. Привет, Динчину, Портеру и Карину. Шоу Тайм тащи. Так, два адептика еще вперед. Очень странно, Шоу Тайм сейчас... Не, ну он стандартно играет, в принципе. Но странно, что он не спешит на третий никс выйти. Обычно он это делает примерно вот в это время, как бы. Это точно, что происходит, так что Шоу Тайм должен быть рок-солидным. И на другой стороне, Шоу Тайм, он не получил так много визжения. Просто, в результате, в процессе протоза в этой early stage, он должен попробовать использовать эти адептики, чтобы получить немного визжения. Он не знает, если Лейзер будет бросать огромный атаку на него или нет. Да, он проверяет на тренировочный в хлам. Так, ребят, короче, ладно. Погодите, я чуть не понимаю. Алекс Фройд активировал премию на ваш канал. Ребят, я пока вырублю, неудобно комментировать реально мужика. В паузе буду включать. Там старайтесь и в паузе делать. Я вижу все текстом. Вам очень сильно благодарен за все, за все. Вот. Здесь у нас движуха уже идет. Алинк, здорово, еще раз. Вот, робот делается, ставят третий никс в Шоу Тайм. На второй базе в проходе, почему-то только пробочка стоит. Кстати, ребят, проверяйте стримы. Если где-то качество лучше, чем на Твиче найдете, скидываете мне. В принципе, есть. Апы, подчеркивание, ТОС активировал премиум на ваш канал. Что за хрень вообще? Так, у-то адептов лингами поймал лейзер неплохо. Что-то они работают на стройке. Сейчас я попробую. Лагрус активировал премиум на ваш канал. РДВ точка на вело активировал премиум на ваш канал. Короче, ребят, летает здесь овер. Летит на мейн. В это время лейзер пытался бейлингами развести. Шоу Тайм катается всеми вообще рабочими. По лимиту, по ковровень, там есть коготь. Второй делает шоу Тайма только первая атака в продакшне. Но у шоу Тайма больше лимита. У шоу Тайма чарж пошел после глеф резонирующих. Вот как надо играть. Я тоже об этом думал. Нахрен блинг сейчас не нужен в Лотвии. Зерги редко свитчатся в муту вот на таких стадиях. Так, залетает 4 адепт на мейн. Шоу Тайм начинает хорать с рабочих. 4 уничтожает и улетает. Адептов не теряя. Но и лейзер... И лейзер в принципе неплохо смотрится сейчас, если честно. То есть он... Ой-ой-ой, призма сейчас будет потеряна, катастрофа. Нет, не потерялась. Призма, чудо, 2 адепта можно забрать сейчас. Забирай шоу Тайм. Можно, можно забирать. Как рискованно шоу Тайм действует. Смог улететь. Очень сильно повезло. И лейзер в плюсе. Парабам 70-71. Практически вровень парабам идут. У лейзера почти доделся мувбеллингом. Очень опасно он... Блин, если лейзер пройдет полуфинал, ребят, то я буду просто поражен как бы. После тех игр стиваем, да, как бы. Многие злы на лейзера после тех игр стиваем. Там орали все, типа, пусть проходит нерч лучше. Ну, не знаю, сложно сказать, лучше ли нерч, или не лучше, чем лейзер. Но игры идут, игры напряженнейшие. Но пока без особого экшена, только харасс. Сейчас будет атака очень скоро. Ну что, шоу-тайм куда-то вперед вылез. Нужно быть аккуратней. 132-164. И лейзер собирается сейчас отковать. Митлман активировал премиум на ваш канал. Так, вот он, значит, дам 100, если не шоу-тайм, а если... А если шоу-тайм, блин, тогда что... Ты, блин, даешь. Ладно. Короче, ребят. Да я здесь ни за кого не болею. Идет вперед и лейзер пытается прессовать шоу-тайма. Шоу-тайм надо встречать. Заходит на вторую. Реведжеры уходят. Сейчас олинги разрывают просто там вторую базу. Дропчик на мейн идет. В эллинге не успели дропнуться. Есть фотонка на мейне. Здесь адепты отдадутся. Шоу-тайм успевает адептов контролить. Как он это делает? Успевает. И здесь успевает отбиваться. На второй, на мейне. Как шоу-тайм это делает? Вообще сейчас лейзер, казалось, сейчас развел. Причем критический демэдж, я думал, сейчас нанесет. Нифига, шоу-тайм отбился во всех трех направлениях как-то сейчас. Как-то. Ну как, мультитаск был хороший. При этом всем еще и адептами там захарасил четвертую базу. Так, линги минус. Пытается лейзер разводить. Но четвертый Нексу 100 баллов отменит сейчас. Отменяет шоу-тайм. Отменяет шоу-тайм. Много архонов здесь. Очень много архонов. Еще два делается. Шесть, по-моему, сейчас будет. Но они столько с плюс один, я так понимаю. Да, плюс один и поля сделал шоу-тайм. Поля, молодец. Поля помогают. Если шоу-тайм еще одну атаку отобьет, я думаю, у него все нормально будет. Но отобьет ли? Так, архоны вперед вырываются. Не надо их вперед тащить. Заползания, закатывания бейлингов идут просто со всех сторон сейчас. Фаербуллы на Нексус падают. Здесь бейлинги мимо пилона прокатываются. Нужен уверчаж. Уверчаж выставляет. Пробок нужно уводить. Делки встречают. Хорошо. Ё-моё, куда пробок-то повел шоу-тайм? Прямо туда. Здесь армия 170, лимит на 195 фактически. И лейзер еще 50 лингов делает. Вот реально у шоу-тайма такой микс. И слей лейзер бейлингов штук 100 сделает. Он разберет этот микс шоу-тайма. Шторма-то нету. В стиле дрога сейчас действует шоу-тайм. Но тут просто такая напряженная игра идет, что нету 200-200 лишних у шоу-тайма. Ему тупо не выйти в шторм сейчас. Вот в чем прикол, ребят. Один зилок на 3-4 базу дропается. Разваливает одного крабика рабочего. Пытается королеву подхарасить. Королеву так просто не подхарасить. Призма разложена. Здесь бейлинги забегают просто постоянно. Да, это в стиле дрога. Согласен, ребят. Ну, и лейзер что-то затягивает, я считаю. Все вы помните, я думаю, как Снут проиграл. Он проиграл дрога. Спасибо всем, ребят, большое. Он тоже бегал. Он тоже бегал, реально бегал взад-вперед. И в итоге, в общем-то, слился, ребята. Лейзер тоже сейчас занимается такой хренью. Он бегает, бегает зад-вперед. И он сейчас может слиться. Потому что у тайма 200 лимитов. Он идет вперед. Сколько тут архонов-то? Ё-моё, их штук 10, наверное, если не больше. А какие игры? Два, две... Ой, две атаки. Поля. Архонщики с одним грейдом на поля. Нужно сплитонусить. Архонов сейчас. Сплит пошел. Что за сплитонусить? Новое слово какое-то. Бейлинги закатываются. Архоны стоят, как железные ребята просто. Они разваливают хлам. Шоу-тайм начинает давить. Зелки сзади все стоят. Даже в бой не вступают сейчас. Хватит ли бейлингов у Лейзера? Хватает бейлингов у Лейзера. Зелки вступают. Бейлинги остаются. Шоу-тайм отступает. Мышка назад. Призму теряет. И Мортлы падают. 106 на 147. Четвертый Нексус. 4 в 4 база. И Лейзеру хватило. У Шоу-тайма 1500 газа. Нужно срочно варпить Архонов. Где же Архоны? Архонов нету. 6 штормовиков варпится. Зелков отлично отвлекает сейчас. Шоу-тайма есть шанс выжить. Ему нужно наварпливать сейчас. Там Грейтер Спайр делается у Лейзера. Есть Шоу-тайм. Ой-ой-ой. Минус И Мортл. Фаерболами. Неприятно. Есть Шоу-тайм. Понимает. Если Добрудов доживет здесь и Лейзер, то все, здесь ничего не сделать будет. Шоу-тайма. Сколько лингов? Даже 4 Архона сейчас не спасут. Сколько же много лингов у Лейзера. Фаерболами своих караптеров разбирают сейчас. Показывают ФП от Лейзера сейчас. Хорошо с ФП. С ФП это круто, что действует. Хата пошла сейчас. Так. Везде инъекции. Инъекции. Посмотрите, как он быстро инъекции кидает. Это, я не знаю, быстро инъекции через Эвку. Там местность забеньшена или как. Но очень-очень быстро делает этот Элэзер. Красавец просто. Ну что, 130 на 95, ребятки. Так, привет всем Кваранову. Ну вот и Ким Чензерк подошел. Возможно, ну я не знаю, как он. Завтра шоу-матч еще с Ревой будет. Перед Блесконом, помните об этом. Может завтра и 3 на 3 с Пашей с Димагой поиграем. Не знаю. Фаерболы замечательно идут от Элэзера. Фризма сейчас может упасть. Фризма пока не падает. Отлетает Шоу Тайм назад. Хороший контр-выход идет. Шоу Тайм понимает, что в лоб ему драться просто не вариант. Ему надо шатать и Лейзера идти. Что он и делает. Бруды ведь медленные юниты. И сейчас можно сверху шатать сюда четвертую. То есть просто одну группу здесь держать, одной здесь шатать. Правда, на Крипе Зерк моментально будет перемещаться. Но это еще, ребят, не победа Элэзера. Экономика одинаковая. Абсолютно сейчас у Шоу Тайма с Элэзером. Элэзер, конечно, пытается здесь прессовать. Но здесь три фотонки, здесь у вертяжи. Без шансов здесь прессовать. Нужно больше, как можно больше брудов Элэзеру. У Шоу Тайма основная проблема в чем? Он не может перейти сейчас Темпестов. Он никак с воздуха не законтрит. То есть он только блинк сталкеров может делать. То есть если Элэзер будет просто морфить, ББ жать, он накопит крит массу штук 10-12 брудов. И от крит масса разберет все. Контр забегания от Элэзера не очень получаются вообще. Так, Архончик минус 148-41. Лимит вообще равный почти. Элэзер куда-то все лезет, сюда лезет, лезет, лезет. Чего он сюда все лезет-то? Смотрите Шоу Тайм как. Вот он Элэзера заблочил сейчас реально. И что делать Элэзеру? Правильно, морфить брудов. Больше брудов Элэзеру надо морфить. Вот он сейчас частью уже вперед полетел и правильно делает. Шоу Тайм пытается выходы делать. Так, Элэзер куда-то там полетел наверх. Куда Элэзер полетел? Здесь же здесь королевы криптуморы. Бруды улетели, Элэзер, что творишь? Так, здесь тоже бруды есть. Короче, Элэзер понимает, что здесь Шоу Тайму тяжело будет прийти. И группу брудов увел сейчас на дальнюю базу к Элэзеру. Начинает бомбить. Но бомбить-то газ пока. Шоу Тайм уходит вниз, и Элэзер не понимает этого пока, судя по всему. Куда брудлинги-то убежали? Какой-то брудлинги убежали, Элэзеру нужно смещаться всеми юнитами вниз. Главное, даже Линга сюда не послал, чтобы убедиться, что Шоу Тайм ушел. И всеми сюда поломился, ё-моё. Что ты делаешь, Элэзер? Всё-таки Элэзер заставил Шоу Тайма базу отдать свою. Шоу Тайм в лоб драться не может, но размен для Элэзера на самом деле нафиг не нужен сейчас. Нельзя ему размениваться. А Шторм может перевернуть эту игру. Шоу Тайм заходит вниз к Элэзеру, там на вторую базу. Элэзеру надо всеми возвращаться, как можно быстрее. Лингов, брудов повёл в размен, что ли, Элэзер? Да, повёл в размен Лингов, брудов. Шоу Тайм стоит на месте. Здесь ещё бруды морфятся 4 штуки. Сейчас брудов крит масса уже будет. Заходит Элэзер на вторую базу. Лингов просто миллиарды здесь. Надо прирост сюда выводить в центр, иначе бруды отдадутся, ребятки. Пилоны падают, всё падает. Шоу Тайм возвращается домой. Элэзер армию соединяет сейчас друг к другу две части. Хорош, падает кибернетка. Сталкеров, значит, больше не будет тупо у Шоу Тайма. Здесь идёт вся армия. Но как бы Элэзер не отдался сейчас до того, как придут брудов, то группа вторая. Пытается Шоу Тайм заходить сейчас. Сталкеров достаточно много. Зелки прыгают вперёд. Под блин, под брудов пошёл. Сталкеров надо контрить. Штормы по брудам. Фаербуллы по сталкерам. Сбоку ещё брудов много подлетает. 150 на 111. Битва просто жесточайшая. Шоу Тайм пытается фокусить брудов. Фокусить-то фокусит. Но сбоку группа такая же практически штук 7. И всё, не хватает Шоу Тайму. 180 на 130, ребята. 1-0 Лейзер подходит сейчас счёт. Фу, вот это игра. Вот это напряжение, да? А вроде и не корица играет. Вроде и Лейзер, который недавно играл на наших Бобролигах. Которого Кул Ти пробревал иногда даже. Очень-очень часто и стрэндж тот же. А тут и Лейзер просто на бресконе, ё-моё. И Шоу Тайм пишет, как и 1-0 Лейзер. Здорово, Минат. Здорово всем, пацаны. Ну что, ребята. Вот пауза. Если кто на премиум подписывается, поддерживает. Делайте, старайтесь эти паузы. Рекламу пилить не буду. Всем громадное спасибо за поддержку. Согласен, а так Бобролига больше, чем Блескон 100 кулова. Ну что, вторую ждём. Кул Ти не знаю. Ну молот горячий Кул Ти. Мне кажется, главное, чтобы он не совершал такую ошибку, как мы совершали в своё время. Бухая компот, слевяночка на теплотрассе, вместо того, чтобы учиться в школе и трениться в Старкрафт. Там я не знаю, что... Немножечко душевных историй в студию, ребят. Так, Боттл Нэч. Спрашиваю про 50 баксов отскочить, не понял, куда что бы. Я вообще не понял. Ты мне что-то там обещал, за всё бупять или за игру за одну я вообще не вкурилась, честно. Верю в тебя и уповаю, короче, в общем. Металмен. Но это я-то каждый день хотел 3 на 3 погеймить. Короче, ну, браток там чё-то с демагой не всегда могут, вот в чём проблема. Стоп, до игры за вся. До какой игры, не помню. Естественно, это Бо-5, ребят, Боттл Нэч. Я буду комментизть. Я буду комментизть. Ты, когда надо, чё сам-сам знаешь. Я считал, что Шоу Тайм фаворит, а вот Элэйзер чё-то уже 1-0 ведёт, смотрите-ка. На Весге Элэйз 3-0 Шоу Тайм выиграл. Но то на Весге было, сейчас Близкон всё-таки. Всё, поехали. Вторая игра. Все пары будут на Близконе у нас просто великолепные сегодня, ребят, помните об этом. Но больше всего, конечно, я жду огня от второй пары следующей, потому что там Дарк против Ниба будет биться. Никого ставить без понятия. Я думал, что Шоу Тайм фаворит, а вот Элэйзер уже 1-0 ведёт. Спасибо, шайба. Пул первый, Пул Газ от Элэйзера. Шоу Тайм, Гейт Гасник в Кибернетчика играет, стандартный. Чарлика в студию Та-шоу затащит. Шоу Тайм, Гейт Гасник в Кибернетчика играет. Не вкуриваю я чё-то. Ребят, виде работает или нихрена? Нячик не работает. Так, продолжаю в том же духе, арм-продюсер. Спасибо тебе, на Сбертыща приходит. Надеюсь, так написал. Нет, не так. Вот так вот, ребят. Ну что, мешает Шоу Тайм катку поставить? Гейдра Олег, здорово. Всем здорово, ребят. Помните про поддержку. Покаминец по-английски. Накидывай ноздри, вот, видишь. Иди сюда, звони в дверь, я сейчас выйду, пальцы подставлю. Короче, ребят, вторая игра Дарки от Шоу Тайма. Это хара с Дарками. Годелнет, Ческал, я думал, что Шоу Тайм победит. Я и думаю, что он победит. Вот, не знаю, короче. Не, ну сильно не буду, не волнуйся. Так, передроп от Элэйзера, между прочим, Овер и Смувом делается так. Делается Роуч Уоррен дома, Линги забегают. Шоу Тайму неприятно, а Мэйни Линги начинают просто крошить все нафиг. Вот это да. Что творится-то, ребятки? Неприятно, 5 пробок минус, катаются остальные пробки. Линги улетают. Так, Вэбка ничего особо не закрывает, ребят. Насчет Вэбки. Так, и здесь напрягает. Насчет Вэбки мы уже порешали, что так. Она часть продакшна только закрывает, но небольшую на самом деле часть она закрывает. Прилетают два Дарка на вторую базу к Элэйзеру. Как он четко Спорку блочит сейчас на халде Дарками. Королеву-то подрежь, ё-моё. Шоу Тайм что-то нервничает. Королеву не подрезал сейчас. Но зато Роуча подрезает. Там Королева пытается призму нагнать, порезать бы ее немножечко. Дарки мимо там что-то ходят. На Мэйне есть спорка? Конечно есть на Мэйне спорка. Видит, этот Шоу Тайм прекрасно. Лэбка залагала. Я сейчас забаню тебя. Хороший мне тут. Хрень себя подписать. Один Дарк кажется на третью базу в обход пошел. На Мэйне Линге все еще Харасят бегают в наглую. Тут один остался, кусачий самый Линк в овере. Дарк заходит на третью, а на Мэйне Шоу Тайм сейчас собирается харасить Архонщиками. Так, отбился там Шоу Тайм пробками вроде. Ну по Роучам под Эмиджином-то жахни, ё-моё. Они там так и напрашиваются, чтобы Архонщик их ударил. Блин, ну честно говоря пока, я бы не сказал, вот игра не выглядит эти игры, что первое, что это не выглядит как бы на сверхвысокий уровень игры. Но это только сначала так кажется. Просто представьте, какое нервное напряжение сейчас. Это Близзкон. Игроки нервничают. И сколько было экшенов в предыдущей игре, сколько хараса от Элейзера, сколько от Шоу Тайма, там обороны, выходов всяких. Их тоже хараса, несколько роучек, кстати, сейчас подрезал хорошо очень Шоу Тайм. Здесь дропчик Беллингов летит, Шоу Тайм готов к дропчику Беллингов. Вот. И здесь так кажется, а на самом деле уровень очень и очень хорошей игры. Так, а я не знаю, почему видео не работает. Сейчас попробую еще раз Топ Старс делать. Может оно поднимется, конечно. Конечно. Но он начинает ничего не лечить. И это выглядит как он будет. Это действительно классная игра. Шоу Тайм. Ротится твёрдых с Торком. Это отлично. Прости. Это невероятно. И, ну, что-то очень тяжелое. Да, не могу сказать. Так. Есть еще и рейдлень. Стоит так. Есть еще раз. В ДТ. 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 Так, 10 рабочих шоу-тайма лейзеру ушатал сейчас, говорят. Я пытаюсь поднять виде ТВ. Ребят, я извиняюсь. Еще раз попробую, но что-то пока не хочет он подниматься упорно. Так, 25 свармхостов от лейзера. Линги, Беллинги, лейзер какой-то спешл тактикс нам решил продемонстрировать со свармхостами. Не знаю, что из этого выйдет, но что-то возможно и выйдет. Шоу-тайм пытается центр занимать. На второй базе стенка на камнях, чтобы быстро пробили, не зашли. Везде тут реводжеры морфятся. Шоу-тайм летает, карасит, дарка одного на третью засылать. Беллинги приходят к... Ой-ой-ой, лейзеры Беллинги на третью, к шоу-тайму пришли. Но три пробки, все, погибло. Ой-ой-ой, здесь свармхосты пилятся сейчас. Да Нексус надо фокусить. Куда ж ты ползаешь, и лейзер не шарит, рок шарит. Нексус надо фокусить, они б Нексус убили бы за это время. Что ж он делает-то вообще? Так, одноклассники, одноклассников работают, плывет. Так, опять полетели локусты. Опять на вторую базу. Нужны оверчаржи здесь, шоу-тайм ставит один-второй. Пилон в секунду упадет, правда. Пробочки тоже падают с невероятной скоростью. Как же эти локусты шмаляют, жесть просто. Бейлинги на вторую заходят. 12 пробок шоу-тайм потерял. На Мэнии лейзер бомбит. На второй бомбит, на третий. И сейчас свармхосты еще раз запили туда. 190 на 138. Похоже на 2-0 лейзер, ребятки, вообще. Похоже на 2-0 лейзер. Но еще рано об этом говорить. Шоу-тайм ходит по центру. Нужно ему аккуратнее быть. Смотрите, лейзер вперед пошел. Хочет зайти прямо лейзер. Я не знаю, хочет ли лейзер заходить, но у шоу-тайма проблемы гигантские. Он теряет еще пробок. 49-63 парабам. Здесь зилки на третьей вазе есть. Шоу-тайм приходит отбиваться. 10-10 фотонки плюс имморталы. Все, есть 23 пробки минус уже сейчас. 150 на 180. Не переагрессивничал бы лейзер. Я боюсь, что лейзер сейчас переагрессивничает. И шоу-тайм выйдет до брудов, его просто развалят. Так, тут опять забегание в эллингах. Опять локус-то. Шоу-тайм выходит в центр, и лейзер, кстати, не может его убить, но по лимиту уже катастрофа какая-то, ребят. Вот кто не может смотреть на ГГ в виде скинул. Ой, не в виде скинул, а одноклассников. Заходит шоу-тайм на четвертую к эллейзеру. Эллейзера здесь реально много. Фаерболы хорошо попадают. Шоу-тайм камни завалил. Локус-то летят отбиваться, в эллинги врываются, архоны падают. Уходит шоу-тайм вниз. ГГ пишет 2-0 и лейзер. По шоу-тайму хоть и не видно, что он сейчас беспокоится и нервничает, но поверьте, он дико нервничает сейчас. Хорошо, эллейзер. Как он готов великолепно, да? Просто красавчик. Так, пошла реклама. Продолжение следует. Ну что, ждем следующую игру, ребят. Ну не знаю, Шоу-тайм как-то против Бьяна. Круто отыграл, а с зергами еще проблемы у него. Неужели такие у процессов проблемы с зергами? А кто же будет разваливать корейцев-то там? Ну а вы, ребят, помните, что поддерживать надо, естественно. Заменяй мой канал. Вот. Наступают на пятки в марафоне. Абер отрывается, надо бомбить, подписываться на премиум. Поддерживайте по реквизитам, ой, не по реквизитам, через плеер, естественно. Ну и, кстати, кнопочку подписки жмите, тоже полезно. Там очков очень мало за это, но все равно пригодится. Миразим, я не знаю, про какие варходы ты говоришь. Вообще, про что ты говоришь. Ну что, будет Шоу Тайм хоть карту-то возьмет, или Элэйзер его 3-0 минуснет? Что-то Элэйзер разбушевался, по-моему, как-то. Не может Шоу Тайм ничего не сделать, а тут еще и карта, галактический процесс. Сверхнапряженная карта. Сверхнапряженная карта. Ну что, выезжает пробочка. Элэйзер через пул первый опять играет, кстати. Пошел Нейксус. Сверхнапряженная карта. Сверхнапряженная карта. Ну что, Шоу Тайм разведал все. Элэйзер вторую на третий запилил. Вот мне кажется, знаете что, блин, Шоу Тайм слишком стандартно против Элэйзера играет. То есть он играет против него просто как против сильного соперника на этой стадии. Типа, вот он уверен. А Элэйзер подготовился именно под Шоу Тайма и делает что-то необычное. Но Линги, Роучер, Элэйзер это в принципе не необычный, это стандартный билд. А вот со свармхастами это уже подстроечка. Интересно, такая заготовочка поперла. Ну посмотрим, что здесь получится сделать, конечно, Шоу Тайму. Двойная стенка у него около Нексуса и на рампе здесь тоже. Шоу Тайм решил сменить билд в Старгейт сыграть. Но надо раньше, мне кажется, во второй игре было менять. Продолжение следует, которая прямая, немного числа. А я бы хотел сказать, что это будет просто Оракльт play. Фоу Тайма, который Шоу Тайм был оченьbuy, такой fan, вомерсовый месяц. В Тайме он общался вину, что он не был сфотливым. Они просто не будут гар easier с Зерги и Вейнлинг. Они не могут бегать их, чтобы и не были меры. В Тайме будет очень приятно. Так, залетает оверух. Фениксов играет Шоллтайм, даже не в Оракулы. Но учитывая, наверное, карту и вероятность того, что могут задруппать, Фениксов правильно играет. Смысл, куда строки пропали. Все сверху. Так, хорошо тут Шоллтайм все проверяет. Но только одного овера нашел. Ставит уже третий Никсу, ставит Твайлайт, 55-58 по лимиту. У Элейзера кугать. Вот опять же, фаржа какая-то очень поздняя. Да, ничего страшного, бывает, он ускорялится. Я сам сегодня подгонял что-то. Ну что, тут и Лейзер подстраивает немножечко королев. Шоллтайм летает Фениксами. Микарайст решил королеву на второй забрать. Даже королеву не забрать нормально. Что ж происходит-то? Фениксы все демеджены. Как-то реально у Шоллтайма пока не идет. И вот я вижу 6 гейтов Шоллтайм добавляет. А это знаете, что значит? Это значит адаптация идет. Так, еще до авар пойдут адептиков. Призма сейчас будет готова. Двигает Шоллтайм вперед. Ой, и там еще в люру выходит и Лейзер. Это ошибка ужасная со стороны Лейзера. Бейлингов нет, роучей нет. То есть у него линга-гидра. По-моему, здесь заходит куш от Шоллтайма. Это факт сейчас. Но пока выглядит все так, реально. Лимит очень-очень крутой у Шоллтайма. Идет он вниз, пошел до вар. 15 адептов против нескольких гидралисков, нескольких лингов и нескольких королев. Шоллтайм заходит сюда к рампе. В бейлинге морфятся, но адептов слишком много здесь, ребят. Шоллтайм поднимает королев, начинает убивать. 93-99 по лимиту. Если Лейзер отобьется, это будет просто чудо чудесное. Так, бейлинги заходят. Бейлинги не способны здесь перевернуть ситуацию. Шоллтайм начинает пробивать здесь. Адептов часть телепортируется на мейн, часть остается на второй. 95-78, ребят. Это 2-1. Счет Шоллтайм отыгрывает одну игру. Будет ли камбэк или... Будет ли камбэк или Шоллтайм отлетит, мы узнаем далее. Счет Шоллтайм. Субтитры сделал DimaTorzok Пришел Чарлик что-то бухтеть Я же выиграл что, Боддлэнч Ты там синий уже, что ли, конкретно? Я вообще не понимаю, про что он до этого говорил тоже Бабкин Барн Барн поддержал ваш канал на сумму 500 рублей Спасибо, Бабкин Барбар, ребятки Что-то вот затихло Все, ну ладно, спасибо всем в любом случае Громадное Помните про поддержку исчезнов Это важно Ну что, четвертая игра начинается Субтитры сделал DimaTorzok Так, кидаю ссылку Смотрите только, ребята, если вы смотрите здесь Смотрите и там, если работает И оставляйте здесь тоже плеер открытым, если интернет позволяет Вот, за это всем громадное вам спасибо Боддлэнч, я же все сразу сказал Я думаю, что Шоу Тайм победит Я думаю, что ведь Шоу Тайм слово я свое не меняю никогда Да и нет смысла этого делать Золото ставит Элейзер, переводит дронов вниз Вот сейчас Шоу Тайму нужно срочно пилить сталкера и блочить золото Из Минска сигнал норм Ну и хорошо, что норм Будет ли Элейзер какую-то агрессию делать Это вопрос, конечно, хороший Так, куда-то пробка поехала, интересно А куда она поехала? Гринмайнк активировал премиум на ваш канал Спасибо, Гринмайнк Спасибо всем за премиум, за поддержку Че-то бухтит Чалик, прекращай там бухтеть Я знаю, что ты Ну все, ребят, пилон Шоу Тайм ставят за золотом По-моему, это идиотизм просто ставить пилон сейчас за золотом Зачем? Ты поставишь оверчаж, он просто уведет рабочих Пройдет 8 секунд, или сколько он стоит там, 11 И он приведет все назад Что за дебилизм делает Шоу Тайм? Не можешь кто-нибудь объяснить вообще? Здесь линги забегают Лингов реально много забегает Адептик уходит дальше Выходит сталкер Мазеркор нужно возвращать Элейзер делает сгрызалити Делает эволюшн сейчас Ну и все Что за бред Шоу Тайм делает? Просто построил бы сталкера Завел бы сюда И он бы намного дольше напрягал бы там Как я сегодня в игре на ладере делал Но я потом проиграл Потому что Зерк мне сделал передроп Королев лингов Что сейчас Элейзер и собирается делать тоже Реально Элейзер делает сейчас передроп А Шоу Тайм играет не готовясь Ни к чему вообще просто Он ничего не знает вообще Что происходит сейчас Дронов мало на золоте Шоу Тайм должен это видеть Говорят обо... Ой, передропчик летит Привет, Шоу Тайм Пишем ГГ 3.1, блин Ну еще пока нет, конечно Еще пока оверчажа решает сильно Овер с королевами улетает Не понимаю, что Элейзер так сильно забоялся Забегание с задней стороны идет С тыла идет забегание Нужно выставлять фотонки Сейчас пробовать Нужно что-то делать Шоу Тайму Иначе просто катастрофа будет Уже катастрофа, ребят Пробки выводятся По-моему Шоу Тайму здесь уже не отбиться Ни от чего у меня такое ощущение складывается Так, здесь линги прогрызают тоже Нужен оверчаж на рампу Шоу Тайм ставь оверчаж Скорее ставят оверчаж Пробки на халде Филд пошел Лингов пытается подлочь Мазеркур упал Какие имморталы Какие имморталы Надо фотонок было выстраивать Сейчас как можно больше Шоу Тайму Это провал, ребята 32-38 Элейзер в полуфинале Блескона Хотя не еще пока по лимиту ровно И у Шоу Тайма есть варп, между прочим Пробочки пока живут Но Глев нету резонирующих Надо с пробками драться 27-38 Ситуация катастрофа Просто пробочки начинают драться На пилоне хотя бы быстрый варп Это уже хорошо Варпит Зилков Шоу Тайм пытаясь отбиться Зилками 17-12 Парабам не в пользу Шоу Тайму уже Но если он отобьется У него появляются Минимальные шансы Здесь на победу 38-24 по лимиту Не надо к рампе лезть Ни в коем случае Здесь ведь еще золото Понимаете у Лейзера А для Шоу Тайма это очень-очень плохо Удивляет Просто удивляет Лейзер сегодня Но осталось только Чтоб НИП выиграл Дарка И чтоб НИП с Лейзером играл Просто Это будет царский Тогда расклад самый Как мне кажется Ну что тут корейца Мне кажется Лейзер что-то не очень готов Прилетает Шатать опять Здесь Лейзер Шоу Тайма Фатонка то есть Там на гейтах Но не отбиться Просто линги Линги бегут и бегут ГГ пишет Шоу Тайм Лейзер 3-1 Выиграв Бьяна Выиграв Дире Выйдя с первого места В плей-офф Шоу Тайм проигрывает Лейзеру сейчас Бывает и такое Ребят Ну а что делать Делать тут нечего Расстроен Шоу Тайм Конечно же Ну а как быть Не расстроенным Здесь ребят Не расходимся Дарк против Ниба Следующая у нас игра Просто Жесточайшая Дарк против Ниба Так Так ребят А как на одноклассниках Может кто шарит Написано что какие-то комментарии есть Но я не понимаю Но я не понимаю как их смотреть Объясните мне как их смотреть Переименовываю стрим сейчас Ну сейчас будут разговоры конечно По поводу того Как сыграл Шоу Тайм с Лейзером Я делаю уже Что Дарк против Ниба будет Сколько времени у нас 2359 2359 Уже Уже 0-0 часов Почти Пятое число Сейчас наступит Ребят Тридцаточку Элезер поднял Тридцаточку Элезер поднял Чаваш активировал премию На ваш канал Тридцаточку Я думаю Я тоже был Большой андредот Но я практичусь Очень много Я думаю Я имею в виду Очень быстрый трейд Так вот Я думаю Может быть Топ-8 В этом турнире Ну Вы не только топ-8 Вы сейчас Топ-4 Так что Препорация Я сидела Вдруг Дрога И они Говорили Как вы играли Как вы играли Потому что Это Рогу Энип Говорит Элезер очень круто Играл на тренировках Пойдет Элезер С сестрой Шоу Тайма в клуб Ну че Двадцать Поддержал ваш канал На сумму Триста рублей И сообщает Элезер молодец Нееп тащи Двадцать первый век Даже Поляк Элезер С немкой С сестрой Уже у Тайма Может сходить Да но Я думаю Что как-то так Оттачить Какой билет Помещение Я без понятия Сколько стоит билет Ты наверное не у меня спрашивал Ну че Будем Будем Элезера звать На новогодний Турик Запилим И позовем Не думаю Что Элезер Зазнался Турик Семки Турик Семки 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 Турик Аниба Ждем Чем опасен Дарк Для Аниба Считаю Во-первых Дарк Очень крутой Макроигрок Невероятно А во-вторых Дарк еще Ее Зажиматель Зажиматель Аниба Давай Разгадって Естрем Естественно Мне понравилось Loved Ну что, ребята, а вы поддерживаете меня и мой канал, естественно. За это я вам очень сильно благодарен за всю поддержку. Ждем мы продолжения, плюс все за победы. Ниба, спасибо. Мне что-то все там за победы какие-то обещают там. Спасибо, конечно, но поддерживаете и так. Я не хочу там ни на кого ванговать сегодня там и так далее. Там какие-то даже условные ставки делать. Я хочу посмотреть красивый Старкрафт, а вы уже смотрите сами, что там да как. Пропали мои условных два вакса на кип-бетике, ребят. Это печально, но на они боятся эмок 150 запилю просто сейчас. Возможно, они приподнимутся просто и на вершину рэпа меня привезет просто. Кому интересно, это пилите. Так, а так, не понял. Везде есть два вакса, а что за цифры? Два, три, тридцать пять, двадцать шесть, сорок. Не понял я вот эти. Опять, смотрю, начал что-то запиливать. Вроде же не пилил ставки какое-то время. Вот это, вот, вот это вот, смотрите. Более тупого мува я не видел вообще давно. Митлман поддержал ваш канал на сумму 100 рублей и сообщает, да мы поддерживаем. Держи сотку. Спасибо, спасибо, Митлман. Более бредового я вот этого пилона не видел. Объясните мне, какой смысл ставить пилон за золотом, ребята? Какой смысл ставить пилон за золотом? Ставить на него верчаж, который кончится через 40 секунд. Дезеркот ведет рабочих и назад приведет. Пошли ты туда юнита сталкера, который будет стрелять и стрелять там до посинения просто туда. И все будет хорошо. Нет, он зачем-то ведет туда, непонятно зачем. Пилон ставит, во-первых, теряет 50 энергии, которая пригодилась бы в Вороне на Мазеркоре. Вообще бред какой-то. Спасибо, Металмен. Сегодня Мекстил Ладдер и Дэкчел убил. Как вот, тоже я там пытался харасить сзади. Ни хрена не получилось. Ну что, дальше смотрите, ребята, расписание какое у нас. Не покидайте стрим, будет стрим идти. Ну, я думаю, ИСОВ до 3-4 ночи он будет идти, потому что... They call me imba. Привет. Я не знаю, до кольки я буду стримить, потому что я буду стримить до конца. А конец будет? Без понятия. Точного времени нет. Но вот... Так, погодите. Вот это началось все, получается, в 13.00. То есть это в 11 началось. Если 11 это 13, то 17 это плюс 4 часа. В 3 часа ночи должен начаться последний матч Zestad с PvP. Вот, я точно не уверен, так ли он начнется. Не знаю. Блин, ну у меня были надежды на Шоутайма, как на того, кто может разваливать, короче. Вот. И идти в финал. Но. Но. Если Шоутайм не одолел Лейзера, какой ему Дарк? Хотя, может, и Лейзер круче Дарка сейчас? Да нет, не знаю. Ну, посмотрим, если будет ЗВЗ с Дарком. Но все-таки у меня надежда на Ниба есть. Все-таки, ребят, я хотел бы, чтобы этот великолепный игрок бы проходил бы дальше, конечно. Ну, здесь у нас, Таня, зеркалка будет. Ну, в финале может быть зеркалка. Ну, Дарка должен кто-нибудь за его понты-то наказать вообще. Наконец-таки. Ну, и Лейзер не в чаба, армал. Порвал я в курсе, ребята. Ну, это, наверное, он будет очень один-сиден. Если он продолжает зеркалка, то он имеет шансовый кандидат. Вау. И вы найдете полосы, я вам скажу, пока мы продолжаем? Я просто, я очень впечатляю с этим, потому что, как ты сказал, он, как, не действительно так хорошо. Ну, я имею в виду, ты делаешь это в Близзкон, ты делаешь очень хорошо. Ну, что ж, ждем продолжение. Да, 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 да. Да, 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 да. Нибдарк будет следующим матчем, но мы ждем. За Ниба наверняка придут сейчас зрители полный залп поболеть. Элейзер удивляет. Просто Элейзер 3-1 шоу тайм уничтожает. Это удивительно, прям, если честно. Элейзер топчик. Показывают реакцию Элейзера сейчас. Элейзер. 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 Так, ну сейчас будет реклама, конечно, Близзардовская, естественно. Я рекламу не пилю сегодня за вашу громадную поддержку. Так, здесь реклама сама идет. У меня она здесь пропускает. Что ты будешь делать? Куда у вас столько-то вылезло, блин? Сейчас я закрою, все будет нормально, ребят. Незакрываемая. В кино с 24 ноября. История, ставшая легендой. 28 панфиловцев. Так, даже панфиловцев рекламируют. А я все думал, какого числа будет. Скоро, наверное, не будет. Да. Есть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, ждём продолжения, ребят. Пока продолжения нет. Пока реклама. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Heroes of the Storm. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не знаю, дольше ли паузы будут, чем на WCS Global Finals. Что скажешь по поводу игру Дюна 2000? Не знаю, видел я её в старые времена, может, даже разок и как-то играл. Но я знаю Дюну на Сеге, а потом фактически я знаю уже первый StarCraft. Короче, батя купил как-то комп. Дар говорит, как он там в школе был. Он играл в StarCraft очень много и в Diablo. Не мог без компа. Как я видел про геймеров на телеке, это оставляло сильное впечатление. И чё-то там. Короче, потом в Team House поехал. Это мечта его была. Сфокусироваться на игре, короче. Немеренно играл очень много. До 4 утра, там ещё 10 игр. Сыграю ещё очень много тренился. Ну, тренер сказал, по-моему, что нужно игры доиграть, типа. Против MC там Dark играл. Ну, это уже показывали ролик, кстати. Мы видели на WCS Global Finance. Но здесь про всех показывают. Короче, MC нагнул тогда Dark, Артоси сейчас пару слов скажет. В этом месяце будет ещё Home Story Cup. Про него мне что-то не говорят. Я отписал немцам, а они мне ни хрена не отвечают, честно говоря. Похоже, в игру будет не попасть. Хотя, может, ещё что-то изменится. StarLine будет в плей-офф, конечно же. Ещё какие-то турниры наверняка там будут. Новый панч, наверное, выйдет, кстати говоря. Вот. Так что так вот. Попробуй. Попробуй. Что с лицом Дарк? Не знаю, что с лицом Дарк. Все в порядке вроде с лицом Дарка, ребят. Привет, Мурдев. Привет всем, ребят. Ждем начала. Мы Дарка против Ниба. Наверное, центральная игра 1-4, в принципе, потому что... Тот, на кого... Тот, на кого надеются, фактически, из некорейской сцены вот сейчас и будет играть. Хотя и Лейзера никто не надеялся, но он удивляет. Никто не думал, что он даже из группы выйдет. Спасибо, Гринмайер. Гринминт активировал премиум на ваш канал. Гринминт разошелся. Ребят, помните, что премиум сейчас... Гринминт активировал премиум на ваш канал. Если вы активируете 10 премиум, то будете 10 месяцев смотреть премиум, короче. Так что спасибо всем, Громанд, за поддержку именно в этом месяце, когда она так нужна. Вот. Ну и поддерживайте меня и мой канал по реквизитному описанию, но желательно, конечно, через плеер в этом месяце. Вот. Спасибо NSK Realty, я сегодня громадное заслал подгон на марафон. И будем в топчике тогда, мы точно. Так, что-то я сейчас проверю. Чизычаки активировал премиум на ваш канал. Как раз пока пауза, ребят. Бабкин Барн Барн активировал премиум на ваш канал. Пошли, время. Так, Гринмайн, 300, ТС АТИ еще. Кстати, уже смайлик скоро откроется. Последний, ребят. Дарк что-то трясет там. Рукам холодно, зевает. Ну сейчас Дарк дозевает, НИП его тепленьким возьмет, походу. Ну ладно, я не знаю, кто победит реально. Я за НИБа топлю. Здесь я точно за НИБа топлю, потому что я всегда против корейцев топлю. Так, спасибо Versus 3D, что-то мужик ничего не сказал. Даже странно. Все, рубила обратно озвучку. Нет, черный билет пти-друга не пошел, ребят. Сейчас переименуем все. Почему-то в настройках выключилась озвучка, я чуть не понял, хотя я не выключал ее. Но сейчас должна нормально работать. Короче, спасибо всем, ребята. Большое. Так, почему он вырубился-то? Да, это тяжело играть. Я чувствую, что НИБа понимает, как выиграть в много разных способах. Но особенно, его дефекта является тем, что выходит. Он человек, многие говорят, что он был известен от адапта. Он был победителем от адапта. Но это не просто адапта, это факт, что он был impervious к всем дефектам. Он мог бы защитить все. Он был очень хорошим к спорту. И я бы вообще сказать, что единственная угроменция я видел в него в последнее время, может быть, что он слишком-очувствительный, так, спасибо, Бабкен Барбан. Топим за помя, но Дарк победит 3-1. Спасибо тебе. Ну, посмотрим, победит или нет. Что-то я не понимаю. То ли работает, ребят, то ли нет. Сейчас, если кто-нибудь на АПРЕМ подпишется, будет ясно. По идее, должно работать. Все. Так, отверстие 3D-премчик, что ли, в частности лежит. Вот это, да? Фастронт, активирую премию на ваш канал. Надо обновлять просто, чтобы все работало, я понял, короче. Голосовалочку сейчас запилю, ребят, для вас я. Голосовалочку. Рачксмит.ру поддержал ваш канал на сумму 1111 рублей и сообщает, спасибо за стримы. Дмитрий, Рачксмит.ру. Тоник, подчеркивание, активировал премиум на ваш канал. Спасибо, Тоник. Спасибо тебе, Дим. Спасибо всем громадное. Месяц такой самый плотный. В году ноябрь. Близконы. Очень много всяких турниров. Посмотрим, насколько от Элейзера натренили хорошо. Натренили ли НИБА, пацаны? Вот это вопрос. Громадное спасибо всем еще раз за поддержку. Паузу немножечко сейчас дают. Сейчас уже начнется, ребят. Зовите всех сюда. Все, движуха начинается. Рекламу сейчас они впилят, правда. Ладно, реклама это херня. Все, урок бесплатный за корону. А что там за короны? Много осталось, что ли? Там у тебя же уже, наверное, она заходит. Ну, если только на стриме могу, потому что ноябрь месяц плотный, время лишнего терять нельзя. Друзья, в какой-нибудь день можно будет запариться на буднях. Так что, почему бы нет? Как раз и паринг-партнера тебе найдем по лиге. Пукан Ревайвер активировал премиум на ваш канал. Спасибо, верстри, спасибо всем, пацаны, за премиум, за поддержку, за всю. Очень все жестко, очень круто. Грейминт активировал премиум на ваш канал. Наш первый игрок – корейский зерк, который был наиболее лучшим летом. Он был наиболее консистентных игр, с двух первых первых финансов, while his opponent – «Лон-американ Хоп». Первый не-корейский, который победил корейский турнир в более декаде. Пожалуйста, приветствуйте на сцене, Дарк и Нив! Так, Xbox, не надо никаких паспортных данных вводить, насколько я знаю, для перевода. Нечаянно активировал премиум на ваш канал. Спасибо всем. Жмет нейпрук в ударку. Улыбается, как обычно. Тотал Бискет это, ребята, с Тоддом. А я сначала не узнал. Несмотря на то, что Тотал Бискет агитировал не ехать на DreamHack 2014 в Россию, игроков, потому что что-то там ему в России не нравилось. И вообще про заднеприводных он там что-то агитировал. Но он болеет раком, насколько я читал. Видимо, химиотерапию проходит, поэтому в бандане лысые, наверное, как бы. Волосы выпадают. Здоровья я ему в любом случае желаю. Потому что он много для StarCraft очень делает. Вот. Ну а мы справимся, в общем-то. В любом случае, кто б там что не агитировал. Спасибо всем еще раз, ребят, за поддержку. Ждем, ждем, ждем начала. Бабкин, Барт, Барт, у тебя уже корона оказывается. Ты меня обманул. Я думал, там до короны еще сколько-то осталось. Ладно, будет время заморочиться. В любом случае, я пообещал. Иначе все будет. Ну что, поехали. Опа, от разумишки даже Рубелек залетел. Да ну что, да ну. Уже да, уже да. Ну все, поехали, ребят. Так что тебя еще причитается тогда. Понял тебя, X-Fox. Даже не знаю, что делать. Чем тебе помочь, я не в курсе там. Нигентус. Это запись, да. Димага уже все затащил. Все расходимся, ребят. Ну, уже не интересно смотреть по-любому. НИП против Дарка. Начинается у нас битва. Погнали. Скорее это будет великолепная игра, естественно. Нужно комментировать, не отвлекаться. Вот вы знаете, что я всем благодарен и споддерживаю. А я комментирую. Может с телефона? Ну с телефона вроде что-то можно. С телефона вроде что-то можно. Я просто не знаю, что там у вас за платежные системы даже есть. Как бы. Брюлях вага. Надо еще бабок просто. Тысяч 10. Ладно, шучу. Зайди в чате к зрителям и ты все увидишь. Как бы тебе просто обновиться надо. Control F5, либо перезайти в аккаунт. Все в порядке. Короче, ребят. Здесь адептик. Иллюзия НИП разведают. Строит еще адептика. Глефы уже делаются. Заходить не заходят. Роуч Ворон спалил НИП. Какой раннир Роуч Ворон. Икс Фокс. Я думаю, Украина, поэтому хз. Если в России, то как бы все работать должно. Как бы нормально. Великолепное окружение адептик сейчас было со стороны Дарка. Ставит НИП Роба. Плюс 2 гейта сейчас будет. Дарк еще и под пуш идет, что самое интересное. Ё-моё. А как не подбиваться-то будет? Вот из-за этого меня Дарк и бесит. Честно говоря, вам, ребят, признаюсь. Но. Продавит ли сейчас Дарк? Вопрос открытый. Гейты надо открывать НИПу сейчас как можно быстрее. Заходят Роучи сейчас. Начинается атака. Линги прибегают. Надо блочить. Там все наглухо сейчас. Ничего не блочит. Там НИП. Так. Уверчаж неплохо заходит. Но Роуч живой. Реводжер из него морфится. Надо блочить проход. Блочь НИП проход. Ё-моё. Что же ты творишь? НИП проход не блочит. Сейчас Кибернет погибнет. Заходит уже Дарк внутрь сюда. Адепты падают. 1-0, ребят, похоже. Хотя нет, 3 адепта еще есть до Варп. Но тут Роучи. Тут до хрена всего НИП от Фаерболов просто не уворачивается. Что за ужасная игра со стороны НИПа. Хорошо, хоть Реводжера фокусит и то хорошо. Активировал премиум на ваш канал. Но это 1-0, ребят, это факт. Как меня бесит этот конченый Дарк просто такими темами. Но НИП сам виноват, что так отдается. Мазеркорд непонятно где летает. Это минус НИП, ребятки. 5 минут первая игра и все. Ну что, это печаль. Не пытается сопротивляться еще. Ну, упала Роба. То есть Роба на ХГ построил, может быть, что-нибудь получилось бы, блин. А всего-то НИПу нужно было Мазеркорд вывесить правильно вот сюда. Тогда заблочил проход бы, успел бы и Мортал заказать вообще. Ну нет, че, Дарк умеет. Поддержал ваш канал на сумму 409 рублей и сообщает. Понми, никогда не донатил. Но это впервые. Спасибо тебе, братан. За юг. Спасибо тебе неизвестно и никогда не донатил. Ты уже второй, кто никогда не донатил. Первый раз со мной донатил. Ну, вы поняли. Короче, ребята, адепты от НИПа пытаются зайти. НИП пока не сопротивляет. Ой, не сдается. Пытается тащить, но здесь уже без шансов, к сожалению. 25-35 пробам. Спасибо всем еще раз за поддержку. Короче, ну, подождем некоторое время. Подождем, может быть, НИП чудо какой-нибудь. Да какое чудо тут, нахрен. Ничего здесь не произойдет, к сожалению, ребят. Спасибо всем за время. Мы еще раз за поддержонс. Ну, это первая только игра. Я надеюсь, хотя бы не 3-0 в таком стиле будет. Хотя бы мы игры хорошие посмотрим. Блин, вот как готовились... Вот как игроки готовятся к Дарку, блин? Я не понимаю, вообще к кому-нибудь. Ну, он же ничего не делает, кроме этого, практически. То есть, готовясь к Дарку, нужно просчитывать вероятность вот таких вот пуш и улынов всяких. Он и сгрызали эти любят делать, и пуш-роучами он любят делать. Все он любят делать. Но НИП пытается выжить. 34-54 по лимиту. Он будет пытаться выйти на третий Нексу, я так полагаю. Так, попытка подрезать оверсир. Куда ты пошел, НИП, е-моё? Ничего НИП ее смог подрезать. Адепты пытаются зайти. Дарк их перехватывает. А, заметил Дарк, что здесь адепты ходят. Вот что тут произошло. НИП хорошо. Лингов очень фокусит, кстати. Просто царский, я бы сказал. Но адепты падают. НИП придет сейчас отменит, конечно, четвертую хату, я думаю, Дарку. Ну а дальше что? Дальше телепорт домой. Правильно, надо не сдаваться с корейцем. Пусть хоть маленечко понапрягается в первой игре. А то так на изичах ЭГГ сразу писать. Но это не вариант. Телепе, Телепе домой делай. Архон погиб, блин. Да что такое? А как не прег то, бля? Окно прикрою. Видно было, что раньше надо телепорт делать было Архона, чтобы спасти. Ну НИП, НИПу, наверное, четвертую было отменить и все. И Архон застрял. Да, ну. Не, ну тут понятно уже сразу было, что ГГ. Конечно, НИП пытался здесь что-то сделать, сопротивляться, но Архончик застрял. Телепест 812 активировал премиум на ваш канал. ГГ, пишет НИП, даже со сгалочкой. Маленько пригорело. Блин, ну после такой игры я жду наказания. Блин, ну как так-то вообще? Мне еще Дарк не нравится. Да он дерьмо какое-то отыгрывает, типа вот этой игры. И от него не могут отбиться просто. Но он четко очень играет. С другой стороны, я сам его хвалил, говоря, что он универсальный зерк. Он как в макро может отыграть, так и такую тему. То есть к нему тяжело, очень-очень-очень-очень-очень тяжело подготовиться, блин. Мне не нравится Дарк, почему в данном случае? Потому что я жду от этого матча, мои ожидания, борьба. А здесь все так складывается, что ее может и не быть-то, собственно говоря. Очень не хочется мне такого расклада. Хочется борьбы, ребята. Да, это абсолютно верно. Я думаю, что вы спросите, где-то Мothership Корр? Какой-то выясняет, и вы понимаете, что это вышло. Это было очень мало энергии. Тимингом от этого атака была так быстро. Это было так быстро. Это было бы трудно, но вы должны быть кредитом Дарк. И я думаю, что это Дарк с мапом. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Это 2-0, ребята. И где был Мазеркор? Блять, Нип чё, идиот, что ли, или что? Я не понимаю. Поставь сюда овертяжи. Где там Мазеркор летает? Ужасная игра. Всё. Мне больше, блин, если Нип так отыгрывает, не буду за него болеть больше. Выходит из игры, не сопротивляется вообще. Мазеркор висит на Мэйне. Чё он творит-то вообще? Как бомж играет, реально, блин. Блин, мне обидно сейчас станет, реально просто. Я топлю за него, топлю, короче. А он такую хрень выдает просто. Что это такое-то вообще, ребята? Согласен, Кванченок. Элейзер против Тивакеш вообще выходил сразу. Здесь Нип чё-то... Здесь чё-то Нип сопротивляется. Но, блин, просто... Филды, блять. Поставьте в ряд, Филды. Выстави ты два оверчажа. Всё. Бомж-пуш. Бейлинги без мува. Всё без мува вообще, блин. Четыре оверчажа в этом Мазеркоре. Три точно было. И он летает где-то на Мэйне. Ну, чё за дебилизм-то? Форжа есть. Блять, видишь, пуш, я извиняюсь. Фотонок напили. Ну, видно же, что он улынет уже. Ну, что за лунтик схема-то, блять? Просто, блин, у меня горит реально вообще. Бомбит. Всё, не буду больше материться. Но тут я не мог по-другому сказать. Да всё. 100 лимита на 85 было. 100 на 85. Не, ребят, ну, не поймите меня неправильно. Просто я переживаю всегда за некорейский Старкрафт, за корейский и за корейский, за весь Старкрафт. Но когда выигранные игры вот так вот отдаются, а там просто всё замечательно было по лимиту, по всему. Старгейт даже был ещё. Фу, извините, ребят, что тут ругнулся маленько. Ну, реально, я такого не понимаю. Ну, когда 0-2 проигрываешь, как выигрывать, когда 0-2 проигрываешь? Причём, причём, играет улынами кореец просто. Ну, что это такое, блин? Может, и Лейзер его за ВЗ катнёт, хоть. Я не знаю, если НИП насосёт так беспонтово просто. Блин, ну реально, невозможно смотреть просто. Короче, ребят, помните про то, что, блин, идёт конкурс страны и стримеров этот? Не знаю, нахрен он вообще нужен? Отдыхал бы в ноябре вообще бы только. Вот. Ну, раз он идёт, значит, надо его втаскивать, ребят, и пилить на часть призов в какой-нибудь турнир в декабре. Поэтому поддерживайте меня и мой канал, естественно. Активируйте премиум. Их сейчас можно активировать. 10 штук, и вы 10 месяцев премиум подряд будете смотреть. Можно поддерживать через плеер материально, естественно, ну и подписку ставьте на каналчик, естественно. Как на конкурсе поддержать? Смотреть мой канал. Решают человека часы, решают донат, решают премиум. Всё. Также зелёненькая кнопочка под плеером follow канал. Аймер подчёркивание бы поддержал ваш канал на сумму 100 рублей и сообщает. Не подгора, ёпта. А здесь вырезано цензурой написано. А мужик сказал. Фига мужик-то не цензурный, у мужика тоже пригорел. Ребят, я ещё раз извиняюсь, но у меня нет слов просто о происходящем других. Вот. Смотрим, мы продолжаем игру. Ну, хоть игру-то НИП должен взять, я не знаю, в конце-то концов. Что за безвольная вообще игра? Мужик просто с яйцами согласен. Так, Твайлайт пошёл. Опять НИП в адептов играет. Просто понимаете, в чём дело? Мне пофиг, как бы. Я хочу, чтобы в финале был не кореец. Навряд ли и Лейзер победит Дарка. Но хотя у него шансы хорошие, потому что ЗВЗ-то великолепно. И он Соллора пробил. Соллор ничем не лучше. Не хуже Дарка, точнее, в ЗВЗ. Вот, но если даже Лейзер каким-то чудом победит Дарка и просто супер-сюрприз устроит нам здесь, на этом Блесконе, то в финале против Тиранов, боюсь, что как бы там, ну, печально. Или просто. Хотя там просто ещё могут пройти. Даркшайн строит НИП, всё видит прекрасно, Дарк. Стеночка есть. Оверс Мум у Дарка сейчас 37-34 по лимиту. Но это стандартный Харас с робо-Дарками и Архонами. Что из этого выйдет Хараса, сейчас посмотрим, ребят. Мне кажется, можно из первой игры было бы так сыграть. Кстати, во второй игре Дарк играл без Лейра даже. Пушим вот этим странным. И в первой игре Дарк играл. Ну что, полетела Бризма. Пилоны строятся. Сейчас НИП варпанёт четырёх Дарков. И начнётся Харас. Я не знаю, будет ли он сразу врываться Дарками, или будет он Архонами Харасить. НИП Дарк делает Лейр сейчас. Есть ли у Дарка иммунитет против Дарков? Вот сейчас мы что узнаем. Нин Яст или активировал премиум на ваш канал. Нет, Архонами сразу Харасит. НИП Дарк видит абсолютно точно тайминги заказанных Никсусов. И посмотрите, Дарк сейчас будет... А чё один Архон-то здесь всего? Давайте Призму отдадим ещё сейчас. ФП от НИПа небольшое. Ну и всё. НИПу нужны имморталы. Там мастится Роучи у Дарка, между прочим, ребят. А, и Гидроден пошёл. Роучи Гидра. Ну, хозе, хозе. Так, Оверсира пытается НИП поймать. Кстати, мог бы Призмой за Оверсиром лететь, и мне кажется, передропывая Архонов, попытаться подрезать. Архонщик даже... Посмотрите, НИП, как рискованно НИП сейчас контролил. Архон даже ХП потерял. У Архона 10 ХП, то есть Роучи с плевка его убивает ХПшки все. Продолжается Харас. НИП залетает. Подрезал пару Лингов ещё. Но по лимиту НИП хорошо идёт. Делается Чарж у НИПа. А тут Рейндж Гидре, ребят, пошёл. Ну что же. Это интересный расклад, потому что здесь Роучи, Линги, Реводжера, Гидра будет. Прессинг, скорее всего, от Дарка. Нельзя терять Архонов НИПу. Но он не теряет и по лимиту в плюсе. Пока у НИПа всё хорошо нужно признать. Харочка. Чисто Роуч такой. Семак лузганул такой маленько. Стоит, лузгает такой. Смотрит, идёт. Слышь, ты чё из высоких материй? Пу на тебя. А Архончик-то без полей. Был бы с полями, Роуч тогда ошибся. Роуч был бы просто наказан бы, как бы, Архоном, жёстким кунг-фу энергетическим. Вот так вот. Так, здесь Ченджинг ходит. НИП замечает его. Наконец-таки убивает. Иммортлов три штуки есть. Люркер Дену Дарка пошёл. Добавляется второй Робо у НИПа. Архоны вернулись назад сейчас. Нужно бы сейчас бы, конечно, бы законтролить на второй базе здесь всё. Посмотрите, здесь недостаточно стационарной обороны. Ченджинг на второй есть. Смотрите, НИП пока Ченджинга не видит вообще. И чё, НИП какой-то выход собирается делать? НИПу нужны дестабилизаторы, которых он очень-очень сильно любит, ребят. И тогда всё у него будет хорошо, я думаю. А вот с выходами нужно поаккуратнее НИПу быть сейчас. Четвёртый Нексус. 168-146. Скоро Люркер Ден будет готов. Ещё-то у НИПа лимит не сильно быстро увеличивается. Так, здесь два Амортла. Зилки. И обсерверы. Вот если Дарк сейчас будет через эти камни давить, причём будет давить с Люрой, это будет, может быть, больно для НИПа. Хороших пару филдов. Несколько гидралисков, пару гидралисков НИП подрезал. Здесь Дарк пытается разводить четвёртый Нексус. Не так-то просто развести. НИП готов. И Мортлов очень много, плюс два делается. Сейчас Люра пойдёт. Очень много Люры. Ё-моё, ё-моё, 11 Люркеров у Дарка. 14 Люркеров у Дарка. Нету дестабилизаторов у НИПа. Нету дестабилизаторов любимых его. Где они, чёрт побери? Этим миксом, конечно, который у НИПа есть, тоже можно разобрать Люру. Но в этом узком проходе около четвёртого Нексус, боюсь, навряд ли получится. Причём Дарк делает какое-то хитрожопое забегание в очередной раз здесь. Архона пытается окружить. Приходит Люра. НИП видит Люру. Нужно уходить из-под Люры. Здесь залпы пошли, жёсткие колья. Так, меняет позицию Дарк сразу же. Уходи, НИП, Люра, сейчас тебя разберёт. Рабов уводи, куда же ты полез-то на Люру, а в сервера нету. Я поддержал ваш канал на сумму 200 рублей и сообщает на устранение Лунтикс схемы. Мне больно смотреть на то, что сейчас делает НИП. НИП ужасно, отыгрывает просто. Сливает всё на муе везде. Здесь отдаётся, там отдаётся 3-0 Дарк. Заслуженно он побеждает. Я этого НИПа дом-труба шатал. Там, где нужно готовиться, в решающих самых стадиях, в самых решающих стадиях, НИП абсолютно не готов. Просто абсолютно не готов он. Сопротивление нулевое просто. Да. Причём у НИПа было столько же лимита, сколько у Дарка. Но не было контроля на карте. Но Дарк грамотно действовал, туда-сюда гидрой бегал. То есть НИП юнитов строит, хорошо НИП юнитов строит в ПВЗ, но он ничего ими не делает вообще. Он бегает зад-вперёд и непонятно, как это отдаётся. Ну, зря надеялись на НИПа. Лейзер раскатал шоу-таймер. Что-то просто не корейское и совсем печальное. Но будем корейских ждать просто. Что делать-то ещё? Ребят, всех приветствую. Не расходимся. Выходные всё-таки. Дальше у нас будет великолепное ТВТ. Я уверен, что этот ТВТ будет в тысячу раз более крутое, чем это ПВЗ. Потому что это мёртвое ПВЗ без сопротивления со стороны одной из сторон. А Бьян против Тивая будет просто великолепная игра. Просто великолепная игра. Да и ЗС ТАЦ ПВП будет тоже крутое. Так что ждём начала. Короче, блин. Да, ребят, короче. На НИПа понадеялись. Ну вот, знаете что, просто не надо. На Лейзера не надеялся никто. Вот он и удивил. На НИПа все надеялись. Там на шоу-тайм у всех этих. Вот вам и результат в итоге. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Н balles. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОЕ. Нейб был один американский успех, но, несмотря на то, что он падает на Дарк в очень довольной 3-0 серии. Итак, первое, спасибо, Дарк. Первое, что я имею в виду, есть много хайпов вокруг Нейб, потому что он был чемпион Каспа. Так что, я думаю, если у вас есть какие-то нервы в этом матче? Да, конечно, нервничал он там. В первом году я решилный бред, и я не боюсь, прошлое, но я не боюсь. В этом году, когда я встал и не молод, это сделано, и я не знаю, что-то. Но я уже об этом hatte, чтобы это дать в чемпион. Дарк anunciал первое, что я не уверен, я не помню, у меня не могут и у bouктов, но голова будет очень легко. Но, когда я Я начинаю чувствовать себя немного нервно, и я не уверен, что я должен использовать, но я очень рад, потому что я чувствую, что все, что я готовил, именно как я хотел. И я думаю, что это почему я смогу победить так легко. И, говоря о том, что я думаю, что я знаю, что ты говорила, что ты видел много нуждейших ВОД и матчей, так что все, что ты готовил по мапу, это специально для нуждейшихся? Так, короче, Грет сначала Дарк не боялся, но перед днем Игорь немножко побаивался. Так, Рандос, Ниним готов в тот Дарк, очень круто читать. Я-то как раз думал и комментировал, а вот ты-то как раз походу и не думал особо. Вторая выигранная игра, где просто нужно поставить было вовремя оверчажа? Третья игра, где 200 лимита у Ниба, и нужно просто не потерять позицию, пусть даже отдать третий Нексус, отступить, увести пробок, отстроить деставизату, уйти и на оклике как бомж не слиться? Нет, тут Дарк ни при чем, здесь именно Ниб плохо играл, и надо глаза раскрыть, если не видишь нихрена. Короче, ребят, ждем продолжения мы. Безусловно, будет дальше тоже интересно. Расстраиваться нечего, всегда смотрели так вот, но в этот год просто надежда была, что вот они, вот они, не корейцы, потащат сейчас. Хрен там был, никто ничего не тащит. Ну, а вы помните про премиум, поддерживайте меня и мой канал, подписывайтесь на премиум, естественно, отключайте адблоки. Ну, признать честно, меня даже как-то немножечко подрастроило, но я не люблю, вот почему я не люблю там расстраиваться или что-то такое, тем более турнир еще идет. Потому что не хочу на вас это настроение передавать. Впереди много крутого Старкрафта еще будет. Ну, проиграл Ниб, безвольно сыграл, виноват он, виноват сам как бы. Тащить нужно на турнирах вот этих, на Близконе нужно тащить, а не на каких-то других турнирах. Это самый главный турнир, здесь надо быть предельно собранным и готовым. Но не всегда это получается и не у всех, естественно. Нет, Киспака, турнир не последний, но... Он даже не как ВЦС сезонный как бы, а тем более не как Близкон. Ну, слишком много... Вот, вот, вот эта игра. Тут, конечно же, Дарк, ё-моё. Просто они два филда как бомж ставят. Вот здесь и вот здесь поставь, вот так вот отгороди, все. Он ставит сюда и сюда. Че за дебилизм-то вообще? О, ё-моё, ты че, блин, дурак что ли? Мазеркор 170 энергии летает примерно. Где он летает? Вот здесь два пилона стоят. Фаржа есть, где фотонки заказаны? Ты видишь, Пуш, у него там столько времени было, нереально просто. Он решил, что он... У него юниты сильные, походу. У юниты у кассы сильные. Против Вирдоса, как он играет. А не у тебя, когда ты против Дарка играешь. Поэтому надо фотонок иногда ставить, ё-моё. Короче, забейте, ребят, ждем следующую игру. Ну, конечно. Да Так Объясни, не объясни Он там Zerg стримит, BabyMagic Браток, роток Иди, кого хочешь, смотри, там тебе объяснят Все, я думал Быстро как Он револьвера может посмотреть Не знаю, кого-нибудь Я комментирую Как хочу, так и комментирую Законом не запрещено Как говорится Короче, ребят Никого, во-первых, я не унижаю Просто Просто я комментирую Тем более, что стрим мой И не официально Если бы я сидел бы в пиджаке В студии где-нибудь там Это был бы другой разговор Уже Комментирование было бы в другом ключе Здесь я сижу дома И у меня тоже Как бы есть предпочтение Например, я хотел бы, чтобы был бы Вероятность борьбы И тем более корейцев с некорейцами Здесь же она исключилась просто Поэтому как бы Практически исключилась Поэтому, поэтому Поэтому тут дело такое Так, два L84U Shoutcraft Kings ты имеешь в виду Стримить? Джей Донг тут на Близзконе Я не знаю Джей Донг здесь Я не знаю про Shoutcraft Kings, ребят Почему? Потому что Я не обравдываюсь Я просто объясняю Что людям что-то там непонятно По-моему Все предельно тут понятно Про Shoutcraft Kings я не знаю почему Потому что он будет в 4 утра Если я его стремить буду Во сколько лечь-то? В 8 утра? А завтра что-то, да Да я видел, что он в 4 утра будет Да Думаю, что нет Скорее всего не буду стримить его Завтра днем надо стримить, ребят Я же не могу по 2 часа спать И потом вставать опять Это нереально, ребята Вы Лейзера против Дарка? Я не верил в Лейзера Ни в одном из матчей А он всегда побеждал Поэтому не буду верить и дальше Но признаться честно Вот при таком раскладе Пусть уж лучше Даркфинал проходит Потому что если Лейзер так безвольно будет Против Тивая в финале играть Как он до этого играл Это будет совсем неинтересно Но Но Может быть так не будет Я не знаю, короче Да не, я там кто в один конкурс не двигаюсь Мне еще Ты че он Ты Там Абер вообще топит просто Еще и зерк на пятки наступает Ну будем надеяться С вашей поддержкой С Турнирами крутыми Которые дальше будут Будем двигаться Да, дальше 10 премиумов Кстати До нового Смайлика Осталось, ребят Если что Я угорел, ребят У Пептара фулловера минус один Как это вообще так Прикольные цифры Ну ладно Короче, Джей Донг Дело говорит Элейзер удивил Что вышел в полуфинал И если он пройдет Фуллфинал То это поможет Старкрафту Популяризироваться То есть Естественно Когда борются Корейцами и корейцами Это лучше Но, блин Черт побери Может ли Лайзер Дарк Обработать 20 тысяч И был бы топ-1 Ну всего-то, да Тем более Сегодня, ребят Еще месяц Целый конкурс Это очень сложный вопрос Джей Донг закончил, кстати, ребят, карьеру в Старкрафте. Я так понимаю во втором, хотя я давным-давно не видел уже эту карьеру. Я так понимаю, что в Доте все регионы задействовали. И там невероятные рейтинги просто. Ну там еще и с другими, конечно, факторами это связано. Но здесь и другие факторы хуже. Игра не фри-то-плей там и т.д. и т.д. Я считаю это минусом. А еще и когда одна страна на сцене доминирует. Корейцам интересно смотреть, да. Да и корейцам менее. Даже корейцам было бы более интересно смотреть, если бы кто-то их мог бы потеснить. Когда никто не может потеснить, это интерес убивает на самом деле. Это же естественно, это же очевидно. Ну что, Тиуай Бьян ждем, ребятки. Конечно, истинные фанаты будут смотреть всегда. Такие, как я и многие из вас. Но если будут все играть на уровне там... Ну, играют на уровне уже, да, многие как бы не корейцы. Но их мало, во-первых. Во-вторых, вы видите, как НИП, который может тащить, просто на нервах сливается дарку в хлам. Опять это... Это артефакты на экране. Странные. Да. Незакрываемая шляпа. Контер-страйк. Пацаны в компьютерных клубах гоняют. Только так им дела нет. Кто побеждает, интересно и все. Играть интересно. Ты, братан, по-моему, мыслишь стереотипами десятилетней давности просто. Во-первых, компьютерных клубов уже там по пальцам можно везде пересчитать. Особенно у нас, как бы. Во-вторых, так как в интернете уже нормально играть. Во-вторых, в Контер-страйке аудитории просто невероятные. Как раз тоже там весь мир конкурирует. Все начиналось с компьютерных клубов. Когда-то. И я там был, и многие из вас. А теперь вот что. Мы смотрим все это на экране. Развивается просто отрасль темпами гигантскими. В процентном отношении. Туда и бабла вливается. Больше людей все больше и больше смотрят. Интересно это. Молодое поколение подрастает. Играют все. Плохо это или хорошо. Это уже можно спорить. Но факт есть факт. Это все есть. И мы живем при этом. Короче, ждем начала. Для даже каких 10 лет? 10 лет назад был 2006 год. Нет, тогда клубы еще были. Но уже это время, когда уже как бы это кончалось практически уже все. У нас, по крайней мере. Получается, что победят Старкрафт играть меньше будут? Ну, намного меньше, наверное, не будут. Но вполне возможно, что да. Нельзя такую статистику откуда-то взять, вытащить просто. Если европеец победит, допустим, или кто-то себе позволит, блин, значит, можно тащить, давайте играть. Но другие факторы влияют, на самом деле, уже. То есть, во-первых, как бы, многие молодые, например, ну, там, пацаны, как бы, даже вот в тех же клубах или дома, у них инет-то есть, но у них нет бабок. Они не хотят что-то покупать, они хотят скачать и играть, как бы. Нужен фри-ту-плей сейчас, я считаю, как бы. Для того, чтобы популяризировать сильно. Плюс какая-то поддержка. У нас как-то в СНГ, ну, об этом мы уже тысячу раз говорили. Момент упущен, как бы. Какой-то момент в СНГ. Может быть, еще что-то произойдет, да, как бы. Но я уже сомневаюсь, что что-то перевернется, как бы, будет по-другому. Голосовалку? Можно и голосовалку пильнуть. Ну что, ждем, ждем. В натуре Ниппами. Посмотрел сейчас, короче, голосовалку. Дарк, корейский панторез. В натуре панторез. Сыграл какими-то, блин, улынами. И Нипп, американский капитан, емано. И человеческий паук. Дойч Граф, нет, на Твиче стрима нет. Боюсь, что забанят. Думал пустить, потом передумал. Говорят, с электронным билетом можно, как бы. Вот, но, во-первых, это про Харстоун говорили. Во-вторых, у меня только на чужом аккаунте есть, как бы. У меня есть к нему доступ, там, электронный билет. Как к Твичу он привязан, я ХЗ не привязан, так что не знаю. Ну, Блай тоже Чазами Ниба, да, побеждал. Неустойчив к Чазам, Ниппченок. У меня одеваемTAico неприятно, потому что я пристал в себе. И... Ну, это мы видели Воробьяну уже все. Запись стрима будет. Не знаю, как на YouTube получится ли выложить или нет. Врать не буду, без понятия. Ну, конечно же, запись будет. Так, мачтри, ёма. Все, я что-то косячу с названием. Воробь. 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 так где директор на нем спасибо директор нахрен эти игра за тоже за у меня третью игру не как бы он да не все как сыграл мертвые игры конечно тут ничего не скажешь первую до по делу там не убили как бы он что-то да и да и все по делу получается в 1 хотя бы там так да происходит ну второй ты игре там просто все было что подбить все поставь два филда выставить два оверча же все сплетание юнитов ничего больше не надо а стартат 2 disappear gentlemen and return back to become one of the very very best here in place welcome to the couch in control somewhere behind you is todd and then may not welcome the catch for the first time in a welcome back to blizzcon Так, а пол носки сменим. Не понял, про носки шутки, если честно? Причистон ведущего, а какого ведущего? Причистон ведущегося. Причистон ведущегося. Причистон ведущегося. Причистон ведущегося. Причистон ведущегося. Причистон ведущегося. Так, а, ты про Майнарда? Так это же индейец наш. Хрена, чё это у Абера 7000 поинтов стало? Причистон ведущегося. Это не обязательно. Игротом. Так что, в этом году, если вы говорите, 27-0, а те, 90% и бьется uno. Причистон работают вместе с этим. Так, ну естественно вливает, а как ты хотел, стук к народу смотрит. Привет, Аникс. Так, Эндив не понял. Че там, какой тебя внешний вид доставляет. Ти Вай Левьян. Фиг знает Аникс Леотар. Не знаю Аникс. Хрен знает. Я лично хотел бы, чтобы победил Бьян, потому что Зиаст и Статс тиммейт и Ти Вай в другой части сетки, на кого он попадется. А я не люблю, когда тиммейты играют друг с другом. Я люблю Каа не тиммейты бьются, как-то более интересно принципиально. Но я думаю, здесь абсолютно равная игра будет, как бы, и все. Ну, говорит, тот будут крутые игры. Макро. Навряд ли мы мех увидим. Хотя Ти Вай мех может исполнить. От Гьяна мех навряд ли, вот мне кажется. Хотя я могу быть не прав. Ну, Ти Вай может быть, что-то и произойдет. Произойдет. Зиаст со Статсом тоже равная игра, абсолютно. На Кибейтке, кстати, ставочки есть, ребят. Тут почему-то... Тут почему-то Статс фаворит очень большой с Зиастом. Мне кажется, это неправильно, если честно. Не знаю. Кому интересно пилить, и есть же ставки. Мне кажется, Зиаст как бы 50-50 со Статсом реально. Но вообще Статс как-то получше Зиаста смотрится сейчас. Такое ощущение складывается. Ну, Зиаст есть Зиаст. Зиаст, Зиаст. И зиаст playет. Из-за негоärtomlar. Это поверну сделано. Это savezия! И не застреляет примоятного strandа. Так, про что ты там, Аверс, с кем-то споришь, что-то я не понял. Я пытаюсь проследить нити разговора, но что-то не проследить. Много-много-много всего в чатике. Не, ну каждый сам решает, что смотреть, это ж очевидно. Я у Зерга-зрителей столько не ел никогда. Значит, Зерг подготовился, нормально что-то сделал. А так, по поводу, там, чего там, как, уже кому что нравится. Кому-то нравится, кто просто какую-то, ну, несет ахинею там, или как там Алекс какой-нибудь надменно просто говорит какие-то слова, кому-то нравится, ну, послушать о Старкрафте мнение того, кто сам играл. Ну, сегодня у меня горело, я всегда, когда болею за кого-нибудь, а в данном случае за европейцев. Вроде как бы ничего я не проигрываю с этого, вот. Недавно друг скидывал стрим, где за донат по голове бьют. Ну, у нас он тоже, ну, тут. Не по голове, конечно, бьют, но там. То да сё, продам жопу там за 100 рублей, продам передок за 200, как бы вот это вот тоже. Я сам, конечно, да, особенно в этом месяце напоминаю, что да, поддерживаете, конечно, мне приятно, это помогает, и конкурс стримеров, все дела. Ну, все-таки это должно быть, как бы, за то, что просто нравится, как бы, мое мнение, да, как человек работает и что делает. Ну, вот они как-то там, именно вот так вот, кручение, верчение. Этикет комментатора. Я же говорю, я не официальный стрим-то даже. Я думаю, сижу, ну да, Этикет должен быть. На самом деле, я всегда перед игроками даже извиняюсь, когда, ну, вот, это происходит, и... Если с перебором. Сегодня я, конечно, этого не делал, но в любом случае я извиняюсь, да, как бы... Тут я никого не задействую, личность не ищу, там, и самолюбие, или просто, как бы, обидеть не хочу. Мне интересен процесс. И тем, кто любит Старкрафт, интересен процесс. Не какие-то там чубрики, ну, и вид тоже, понятно, есть и свою роль играет. Ну, интересно видеть то, что делают люди. И силы в это вкладывают. Ти-Вай и Бьян выходят. Ну вот, теперь я вижу, идут пацаны нормальные такие. А то... Бьян прикольный, он такой веселый, он такой всех там... Блин, нравится мне Бьяну вот этим, вот этой темой. Вот. Это вам не какие-то снежки, е-мое, вышли там непонятные. Это нормальные ребята, блин, цветные вышли, я извиняюсь. Вот сейчас опять скажут, что я что-то там расист. А я просто угораю, е-мое, конечно же, я шучу. Просто к корейцам уважение такое гигантское у меня, что я против них всегда болею, потому что они выигрывают всегда, черт побери. Вот такие вот дела. Так что не развивайте из этого темы, как бы. Главное, как ты относишься. Ну все, начинается замес, наконец-таки, е-мое, дождались, наконец-таки, сколько можно, сколько можно. Поехали, ребят. Вы, конечно же, не забывайте поддерживать. От блоги даже не прошу сегодня отключать, поддержки было много уже, поэтому рекламу не пилю нафиг. Обойдемся без нее на главном турнире года. Ну что, Бьян Тиуа, ребятки. Это ТВТ великолепного уровня. Ну, кстати, знаете, в чем плюс победы Эвейзера и Дарка в предыдущих матчах? Финал точно зеркальным не будет, 100%. Либо он ПВЗ, либо ТВЗ будет. Пришел Тиуа и посмотрел. Рипер Факта играет Бьян, ребятки. Я Тище чуть-чуть сделаю комментаторов, потому что я не хочу дико громко орать, но все-таки уже... Ронни поддержал ваш канал на сумму 200 рублей. Ронни поддержал ваш канал на сумму 200 рублей. Что он два раза-то говорит, я не понял. Спасибо, Ронни, ребят, спасибо всем большое. Так, Гелик выезжает вперед с риперами сейчас. Вот они, риперы. Ну, а здесь Марик, рипер и гелик у Тиуая, поэтому Бьян разворачивается, уезжает. Еще и гелика задэмоджил Тиуай. Риперы как-то хитро облетают через верх. А, Бьян собирается объехать двумя геликами, двумя риперами через верх. Что из этого получится, не знаю, но здесь то же самое. Два рипера, два гелика. Причем Марик отошел. Там еще и Марик есть. Так, а здесь можно... Бьян на пофиг, крабам, поехал сейчас к Тиуаевским. Бьян отдает здесь всех юнитов своих. На два КСМа разменять вот это все. По-моему, это не очень хороший размен для Бьяна. Но он выживет, у него танк уже сейчас выйдет. Да, выезжает танчик, там есть Марики. Будет ли танк сиджиться? Нет, пока не будет сиджиться. Тиуая отдает гелика. А там два рипера на мейн полетели. А у Бьяна-то микс не мобильный. Тиуай красавчик понимает, что можно сейчас ворваться просто великолепно. Ворвался. Медиваком разворачиваться уже поздно, потому что уже он летит на половине пути. А Рипер это уже здесь. Нужно циклона ждать. Где этот циклон? Циклон, где этот? Так, ну пока одну всего КСН-ку потерял Бьян, насколько я понимаю. Но все остальные Тиуай просто дико задемеджил. Так, контроль идет на... Так, танчик сейчас забрал. Ой, Бьян! Сливает Бьян дроп, но разменялся, разменялся. Убил оппоненту Танк, убил оппоненту Циклона и там пару Мариков. Вот. По лимиту Бьян даже чуточку в плюсе идет. Пока что провалов не было. То есть здесь идет чисто размен, как бы все. Пошла третья база, ЦС-чика третья. Приходит Бьян, захватывает Марика. Не стесняется Марика захватить. А че, блин? Почему Беннет? Конечно, бодрячок. Ну, европейское ТВТ... Где ты на европейское ТВТ возьмешь? Кто там? В Европе тиран Ютермал. Вот он достойный игрок. Он мог бы выступать на Близконе, ему там 20 очков не хватило. Мог бы показать хорошие игры, считаю я. И нервничает он меньше, чем всякие Нибы. Но ни хрена. А больше тиранов и нет в Европе. Марин Лорд, ё-моё, этот мертвый, ё-моё, охреневший, блин. Который там пишет всякую хрень в Твиттерах. Нет, это так себе игроку. Циклоны на муви сливаются. Заходит Тивай. У Бьяна танк без медивака был. У Бьяна 4 викинга. А что он будет делать этими викингами сейчас? Это катастрофа для Бьяна, ребят. Тивай просто пришел и ццшку отменил. Хэппи еще. Ну, такой высер достоин бессрочного бана на канале. Ну, ладно, пока прощаю тебя. Ну, вы поняли, ребята. Куда Тарзан делся? С Наташей Королевой в Москве там очко отбеливает. В клинике где-то. Наверное. Короче, ребят. Продолжаем смотреть. Короче, 4 викинга, 2 танка. Бьян пытается шатать, ццшечку восстанавливает сейчас. Что, Марин в Лорд Твиттере пишет? Ну, Кахэпи слил на ЦС каком-то. Писал, что проиграл этому безмозглому русскому боту там в стиле такого что-то там. Ну, и про много-много всяких моментов он писал. Вот. Так, Бьян просто контролит невероятно круто сейчас. Вот он творит чудеса контроля. И даже в такой ситуации, где просто у него намного меньше юнитов, умудряется в плюс разменяться. Но Тивай опережает его по всем параметрам сейчас. Я не знаю, в какой готовности стимпак щиты. Надо посмотреть там. Опять Бьян летит, Харась. Тивай дробщик делает. Ладно, не будем его втопить, ребят. А как же Кас? Ладно, что-то у меня... Кас, если только в вышиванке, как бы, ноут. А не всегда она, судя по всему, есть. Ну, вот поэтому не всегда тащить получается. Тивай делает дробь на мейн. И Тивай одновременно выход делает. Обратите внимание, к которому Бьян совсем не готов сейчас. Отбивается, наконец-то, Бьяна дропом. 113-125 по лимиту. Пытается Тивай ЦЦ у Бьяна убить. Бьян с тыла подлетает танками, мариками, с КСМами наламывается. Отобьется Бьян. Бьян отбился. Чудеса какие происходят. Ну, 56-72 в пользу Тивай по рабочим. Но Бьян отбился. Это главное. Тем временем 15-летний матч в КС выиграл 100 к долларов. То есть он прошел в финал или что? Я не понял, он сделал. Или он уже выиграл. Там же тоже. Там какие призовые в Харстоуне? Тоже 200 тысяч первое? Или как? Так, ну Бьян харасит. Психот, по лимиту. Бьян выравнивает такую игру. Вы только посмотрите, что творится. Бьян выравнивает такую игру. Что, в Харстоуне призовые больше, чем в Старкрафте? Ну, это совсем не дело. Ладно. Давайте смотреть. Бьян все еще Харасит. Два танчика на мейн полетели. Потом посмотрим, там призовые все эти. 138, 129. Тут я только флужу, по-моему. Но сейчас вместо комментирования. Вот. 139, 31. Парабам! Уже ровно 11 КСМ. Их Бьян убрал сейчас. Вот. 149, 150. Если Бьян вытащит эту игру, это удар по Ти Вау будет. Я думаю, почему? Потому что реально Ти Вау просто настолько был близок к победе. Несколько раз, что если он сейчас проиграет, это будет катастрофа. Внимателен Бьян, Медиваки успел отвезти. И в это время пытается в лоб Ти Вау убивать. И ведь убивает в лоб танк. Занимает хорошую позицию сейчас. Но нужно двигаться дальше. И по лимиту уже в плюсе. Чуть ли не на десятку Бьян. Бьян просто великолепен сейчас, ребят. Спасибо, Миште, за ссылочку. Так. Ой, какая дичь происходит. Ти Вау пытается Бьяна подловить. Бьян улетает танками. Био отдает. Но в это время зашатал, убил третью базу. Ти Вау. Четвертую, простите, убил. А сам четвертую занимает Бьян. Бьян просто чудеса здесь творит. Мультитаска. Бьян чудеса вообще. Старкрафта творит. Ну а давайте сейчас два Медивака на ровном месте отдадим. Нет, не отдает Бьян. У Ти Вау 2-2 доделают. Сейчас грейды сравнится. Очень неудобный интерфейс. Не нравится он мне. Продакшена не выведено. Грейдов ни хрена не выведено. Все. Сейчас у Ти Вау 2-2 атака на технику. У Бьяна просто 2-2 без атаки на технику. Вот это косяк. Но у Бьяна 3-я атака уже делается. Так, уходит Бьян на стиме. Здесь Ти Вау дальше не бежит. 172-168 по лимиту. Лимиты предельно близки. Бьян занял четвертую ЦЦ-шечку. А Ти Вау с мейна просто ЦЦ-шечкой сейчас перелетел. Обратите внимание. Забирает Бьян Мариков. Насколько у него реакция у Бьяна дикая. Я просто каждый раз смотрю и просто охреневаю. Какая у него реакция. Я даже не представляю, как человек, вот он успевает, так это сколько тренится надо. Это просто великолепно на самом деле. Так, 3-3 пошло. Да они какую-то шляпу вместо грейдов постоянно выводят туда просто. Ти Вау идет в лоб на Бьяна. Бьян идет на Ти Вау. Ти Вау идет на Бьяна. Ой-ой-ой, Ти Вау много очень танков. Бьян забревает третью Ти Вау, но сам теряет четвертую при этом всем. Но Ти Вау танки почему-то не Сиджил. Бьяна по лимиту немножечко больше. Бьян начинает шатать четвертую. У Ти Вау четвертая, между прочим, орбиталка. Ее изи можно убить сейчас просто. Я не понимаю, почему Бьян этого не сделает. Дома Бьян отбивается, танками пытается. Четвертая планетарка упадет. Но она дэмэджа много нанесла Маликом Ти Вау. Ну что, 176-161. Бьян в плюсе с счета подрался. Но Ти Вау стягивает войска, чтобы Бьяна зажать в клешни, обратите внимание. Бьян не уходит отсюда. Это ошибка для Бьяна. Сейчас Ти Вау, почему он так вот идет? Ему надо вот эту группу с этой стороны было и вот так и так напасть просто, как мне кажется. Ти Вау же взял, все в кучу собрал. Ну бред какой-то делает Ти Вау сейчас. А, он занял сейчас базу новенькую. Повел туда рабочих, повел туда био. Так, ну Бьян идет отменять эту базу Ти Вау сейчас. А что он боится-то танки здесь рядом были? Боится еще-то Бьян. Прибегают марики, Ти Вау стимпачится. Бьян дропает свои танки, нужно отвести своих юнитов под эти танки. В это время готовят на лом с третьей базы. Мультитаск, просто чудо мультитаск пытается Бьян демонстрировать. И действительно мультитаск жесткий. Танки разгружаются, надо завозить на мейн танков уже парочку по ходу дела. Или не надо? Нет, Бьян считает, что снизу все хорошо выбивается, а снизу действительно все неплохо выбивается. Кажется, Ти Вау решил вразмен пойти, но нет, Бьян не даст ему вразмен пойти. Продакшн падает, уже два барака уничтожено. Третий улетел, но он красный, он горит сейчас. Бьян дропается в тыл этой базы, Бьян просто унижает Ти Вау. Ребята, Бьян такую великолепную игру провел, просто смотреть приятно. Вот после победы Шоу Тайма над Бьяном все ждали от него великолепных игр. А Шоу Тайм Элейзеру слился в хлам, а Бьян так же великолепен, как и был. И все поражения в группе вот эти левые, они ничего не значат. Потому что в плей-оффе Бьян разваливает, ребята. Как вы видите, просто красота. Бьян, ты знал, что он был заставлен в эту борьбу, даже если он не хотел это взять, это было его единственный выбор. Какой первый игрок здесь, Нейт, и какая перспектива Бьян. Какой первый первый мейт, чтобы увидеть. И этот первый игрок уже показывает нам слугфеста. В честно, мы все смотрели, что у нас есть хорошие Террен против Террен. Хрена себе в Харстоуне. В Харстоуне лям призовые больше в два раза, чем в Старкрафте. Почему такие гигантские призовые в Харстоуне? Ну, так-то он популярнее, по идее, наверное, по этому, в принципе. С одной стороны, логично это все. Потому что Харстоуне очень сложный. Шутканул так шутканул, все схватились за животик прямо сразу во дворе, пацаны. Бьян полностью согласен. Нахрен, короче. Это что там по 8 часов, по 10 задрачивать там? Сидеть вот так вот. Поэтому в Харстоуна не переходит никто из Старкрафта. Бояться, ну, слишком сложно. Бояться, что там, ну, вообще как-то не пойдет. Привет, Скиллос. Не, ну, там другое направление, понятное дело. Там сложность не как в Старкрафте такая, но... Ты, чайнусер, поддержал ваш канал на сумму 200 рублей и сообщает 200 рублей за передок. В финале ждет браток. Спасибо, чайн-юзер, тебе. За передок, но не за мой. Я и говорю, что да, ты прав, бабок больше приносят, и поэтому как бы и призовы больше. Ну, и как бы людей там больше. Это точно. Это факт. Ну, что, ребят, громадное спасибо всем еще раз за поддержку. Ночь уже всесонная. Но поддержечка все еще идет, что радует, конечно. Ну, что... Так. Так, а кого-то Рипера убил Рипера Ти Вая сейчас получается, Бьяновский? А не, КСМ-ку он убил, прошу прощения. Тутарь, с выходной народ высылся и активно смотрит и донатит. Да не, он уже не так активно донатит, но смотрит достаточно активно, 900 с лишним человек еще до сих пор. В пике было 1100 с чем-то, но еще и будет. Так, два Рипера Гелик от Бьяна прилетают. Как Бьян наваливает? Минус Марик, минус Рипер. 20 миллионов долларов ежемесячно Харстон зарабатывает. Ну да, Старкрафт ни хрена вообще в этом плане не зарабатывает. Ну потому что на Зилкам сапоги не продаются и не фри-ту-плей, понимаете как бы. Сейчас зарабатывают игры фри-ту-плей реально как бы, будто соревновательных по крайней мере. Либо уровни всякие качать там и патроны к танкам. Других вариантов нету. Ну что, тут Бьяна идет, смотрите, два Рипера Гелик и танк с четырьмя мариками у Бьянчика живой. Похоже, что пуш-то может зайти здесь неплохо со стороны Бьяна. Так, Циклон ушел. Танчики сдропаются сейчас. Бах по Марикам танк дал разочек. Сейчас еще раз пригреет. Так, Бьян убивает, тевает танк его. Сплетит Мариков. Сзади приезжает Циклон, Циклон, надо фокусить. Циклон зафокусил. Ну Бьян опять разменялся, и я скажу, что совсем не в минус. Да, в самом деле, очень хорошо защитил Дэба Ти. В секунду я думал, что это будет абсолютный дизастер. Это очень сложно защитить любую агрессию, когда у вас университет, и в стороне, потому что у нас есть два экрана, и это может вернуться. Как-то так. Вервощ не фри-ту-плей, но деньги зарабатывает. А чем там в Вервоще деньги зарабатываются? Я вот, например, не знаю, чем там зарабатываются. Тоже какие-то сапоги продаются? Тоже старик имиджево играет. Это очевидно, Кэлл. Короче, ребят. Скины хитрые какие. И за игру 3 рубля заплати, и еще и скины покупай. Я понял, ребята. Давайте не будем отвлекаться. ТВТ у нас идет, Бьян подкарасил. Но уже поздно, честно говоря. Стрим идет давно, уже очень давно сегодня. Некст поддержал ваш канал на сумму 1000 рублей и сообщает. Кипи затащил бы. Спасибо, Некст тут. Не сомневаясь абсолютно, был бы Хэпич, мог бы тащить. Хэпич решил, что лучше в Варкрафте квадратными героями квадратные артефакты собирать. Ну я тут, не я тут бессилен. Но ему устало, что ему не затащить было все никак, как бы. Хотя в Старкрафт, в Старкрафт, многие игроки, корейцы, лет по 5 шли к своим пику. Там такие, как Бису или кто-то еще. То есть сдаваться, как бы, нельзя. Все ищут какую-то быструю наживую, как бы. Ну, а как? Ну тут нельзя винить, как бы, ни Хэпи, никого. Каждый сам свой путь выбирает. Корее это проще, надо признать. В команде живешь, там тренишься или не в команде. У нас как-то потяжелеет. Ну что? Так, Бьяна находит Тивай. Тивай находит Бьяна. Непонятно, кто кого еще нашел. У Тивай здесь Марик затесался под викингов. Помогает очень сильно. В итоге Бьян проигрывает воздушную дуэль. Уходи, уходи, Бьян. Одного викинга успел увести. Бьян на стимпаки пытается выбить. Викинга выбивает. В это время дроп на вторую прошел, когда к ДТВ не готов просто принимать. Неплохо Бьян. Семь КСМ-ок сейчас убирает и по лимиту в плюсе в абсолютном становится. И улетает спокойно, абсолютно. Кэпич, деньги зарабатывать. А в этом тоже ключевой момент, ребят, я вам не раз говорил. Не может Старкрафт тащить тот, кто только деньги хочет зарабатывать. Если Старкрафте не нравится процесс, то это забейте-ка. Олегус, я сейчас ничего включать не буду, естественно. В паузе, может, и можно включить. Многие игроки, я не буду спорить, что лучше, чем Варкрафт или Старкрафт. Просто люди любят вот эти артихакты все вот эти собирать, побегать. Ну, это лунтик схема, я считаю. Старкрафт это скиллуха чистая. Вот. За это всегда его и любил. Ну что, ребят, Бьян пытается прохарасить. Идеальный тайминг. Танк дропнул, выстрел забрал, оппонента танки не стрельнули. Почему? Потому что когда ты из медиваков танки дропаешь, 1,7 секунды идет пауза перед тем, как он даст первый зал. На этом-то микро и строится зачастую все. Но Бьян поджимает Тива, ребята. Бьян на 20, лимита больше Бьяна. Грейды 2-2 в этот раз будут одновременно практически готовы. В прошлой игре Бьян с 2-2 разваливал. Ну, у Тива плюс один заказ на атаку. Так, забегание от Бьяна на третью. Тива зашел на вторую. Это минус вторая у Бьяна просто. Нет, пытается вычинить. Но здесь еще и танк есть. В это время Бьян на третьей базе Тива отдают свой дроп двойной. Тива изобревает СССР, забревает рабочих. У Бьяна катастрофа. Пока Бьяна отобьется, он еще здесь юнитов потеряет много. И Тива улетает. Великолепное действие Тива. Я думаю, что эту игру он уже не отпустит. 1-1 счет, скорее всего, будет. Но как-то так. Там скилуха тоже не хуже. Я так не считаю, как и многие люди, которые играли в Варкрафт, а потом в Старкрафт. Просто еще в первой многие не играли совсем. Короче. Но скилуха там тоже гигантская. Естественно. И закроем эту тему. Пытается, пытается Бьян найти уязвимое место у Тивая. Вот дропается на центр. Планетарку вынужден отменить. Тивая улететь. Нет, у Бьяна еще определенный шанс. Обратите внимание на лимит. Хоть лимита 20 и разница, но практически вся эта разница в рабочих для Тивая. Для Бьян. Как он контролит? Вы видели, как он сейчас успел забрать танк и успел его дропнуть? Это просто что-то было. Это вся разница не в боевом лимите, а в рабочих для Тивая. Поэтому Бьян выводит сюда еще группу юнитов значительную. Видит сверху медивак Тиваевский Бьян. Готов ли он драться? Вопрос хороший. Так, Бьян с двух сторон пытается наломиться на Тивая. Дропает танки, но убить не получается. В узкий проход лезть очень-очень стремно сейчас было. Тивая подтягивает свои тылы. Но у Тивая четвертая база занята. У него живая орбиталка на Мэне. То есть у него, во-первых, три орбиталки и отдельная планетарка на четвертый. У Бьяна же всего две орбиталки и нету четвертой базы. И нету прироста здесь дома. Поэтому Тивая начинает шатать дропчиками Бьяна. Бьян приводит два танка. А что два танка сделают Мариком на 2-2 грейдах? Без Сиджа. Они очень долго будут убивать. Бьян пытается найти где-то хоть уязвимое место у Тивая. Заходит на вторую базу. Но там Тивая абсолютно готов биться. Поэтому я думаю, сейчас Бьян зайдет и просто отдастся в ближайшее время. Пытается Бьян зайти. Мариков завел. Но в какой же они куче стоят. Какой они дикий сплэш получают от танков Тивая. Но Бьян умудряется завести группу на мейн одну. Умудряется занять позицию таким образом, что шатает продакшн Тивая, ребята. Бьян шатает продакшн. Бьян шатает депошечки. Тивая дропы не удаются. Тивая меньше лимита. Что Бьян творит? Бьян что, кудесник что ли? Да, он кудесник. Это факт. Но такие игры тащить я просто отказываюсь верить, что Бьян такую игру сейчас возьмет, затащит. Но Бьян тащит. Но нет, от Тивая приходит прирост. Марики сминают танки Бьяна. Он не может даже их забрать. По лимиту сразу же проседает. Но боевой еще пока не катастрофический разрыв. Меньше десяти сейчас. Так, ну у Тивая 3-3 подъезжает сейчас грейды. Бьян одну ЦЦшку Тивая выбил. И лимиты равные, смотрите. Или она улетела ЦЦшка, я так и не понял. Парабам, выровнялась ситуация. По боевому тоже равняет. Тивай теряет позицию сейчас. Но Мариков много у Тивая слишком. Он заходит сюда. Но опять Бьян умудряется занять позицию под продакшеном Тивая. А это значит, что можно разбирать сейчас его пытаться. Викинг Бьяна выигрывает дуэль у Викинга Тивая. Танки начинают выбивать бараки. Тивай куда-то ломанулся. А Бьян весь сюда прирост ведет. Бьян выигрывает игру эту. Начинает уже. Что происходит вообще? Как он умудряется тащить? Как он так умудряется тащить? Это просто космос какой-то. Что он творит вообще? Это дичь, ребят, какая-то. Великолепный уровень игры со стороны Бьяна, конечно. Все, Бьяна уже третью убивает. Тивай пошел тоже к Бьяну. Выбивает ему тоже третью базу. Тивай тоже третью потеряет. Полный размен идет, аннигиляция просто. До полного уничтожения игра идет, ребят. Это же космос какой-то. Дропает танчики Тивай. Бьяну Мариков несколько штук разваливает. И у Тивая-то осталась планетарка там снизу. А у Бьяна шляпа осталась. Ничего у него не осталось. Принимает бой Тивай на мэне. 3-3 грейды на Мариков готовы. Бьян вроде как побеждает. Здесь Мариков ну лимита, Тивая больше. И Марики возвращаются. Часть продакшна все-таки не погибла. Ребят, это не игра, это просто чудеса. Это просто чудеса. А вы говорите ТВТ. Да это ТВТ лучше всех предыдущих играх сегодня, которые были. Двух. ПВЗ. ГГ пишет Бьян. 1-1. Это просто великолепие какое-то. Это такой нокаут. Да я даже не знаю, блин. Когда так играешь просто. Поверьте мне, ребят. Я выступал на турнирах как бы. Во втором Старкрафте в принципе. Супер успешно не уступал. Но уровень в какие-то моменты был неплохой. В воле в том же. И это как когда вот такие игры идут. Особенно на турики на каком-нибудь. Там онлайн, не онлайн, не важно. Ну, который важный там. Да и просто ладер тупо. Такая игра равная. И ты побеждаешь. Да даже если проигрываешь. Ты просто такие ощущения получаешь. Невероятные. А если выигрываешь. Это просто выброс эндорфинов. Там я не знаю. Всего-всего. Дикий идет. Это непередаваемое ощущение, конечно. И в этом плане. В этом плане. Никакой Харстоун там. Со Старкрафтом не сравнится. Варкрафт, да. Ну и то. Вот со Старкрафтом мало что. Вообще ничего не сравнится. В плане вот такого накала. Ты какой-то странный. Что с тобой? Завязывайте, ребята. А вы что? Незакрываемая скилловая подъехала. Ролик о Хэбби Микриум. Давайте посмотрим. Долго он там Микрил-то? Ааа, помню этого ЦС. Помню. Хэбби против Шидаста. Спасибо всем, ребят. Еще раз за поддержку громадная. Сейчас посмотрим контроль. Можно выключить звук на вкладке, пока реклама идет. А может мне над компьютером саркофаг построить, как над Чернобылем еще? Чтобы рекламу не слышно было. Попроще-то ничего не придумать. Я тут нажму-то кнопочку, уж лучше. Все, Микро кончилось, короче. Там дальше Баншой Хэпби убил. А здесь-то у нас скиллуха поехала. Три вара-кариперы от Бьяна. Посмотрите, улын пошел. Ти-Вай идет в разведку. Не поздно ли он в разведку идет? Ё-моё, чуть игру не подпустили. Не пропустили. Понял, Ти-Вай, что улын от Бьяна идет. Хотя до конца не понял, откуда он идет. ЦСшечку отменил. Но, кстати, Ти-Вай первым рипером победил Бьяновского. Это хорошо. Так, позиция Ти-Вай замечательная просто. Бьян с другого направления пытается залететь. И две КСМ-ки приезжают сейчас. Ё-моё, как Бьян контролит? Три рипера у Бьяна. До рипера дожимай. Дожимай от рипера, Бьянчик. Сейчас Ти-Вай, надо Мариков принимать. Мариков тяжело принять. Гранаточки кидают. Сейчас Гелик выйдет первый. Как тут Бьян просто пытается уходить. Он как чертяга туда-сюда летает. Уходит. Залетает шестью риперами уже на мейн. Надо разваливать Гелика. Гелика тяжело развалить. Там два Марика еще прекратят. Сейчас еще один Гелик выйдет. Надо этого забрать, пока второй не вышел. Второй вышел. Со вторым уже тяжело. Вообще будет контролить. Бьян пытается сплитить риперов. Неужели Ти-Вай отбился здесь? Какая дичь вообще. Бьян краснющими пытается законтролить. Законтролил. Гелик падает номер один. Второго вычинивает там Ти-Вай. Выходит еще один Гелик. Бьян пытается уйти. Бьян уходит. Получится ли что-нибудь? Так, Олег Владимирович. Спасибо Олегу. Сотка на Сбервиджу. Спасибо за хэпище. Спасибо большое за поддержку. Всем ребят. Так, риперы прорываются. Подкидывается викинг. С геликами Бьян дерется. Победит ли он геликов? Я хз, ребятки. Побеждает одного. Побеждает второго. Три рипера живых. Просто чудеса на виражах какие-то. Все-таки Бьян 2-1. Одну игру заулынил. Тигра. Да, читал, что там от Фукусима что-то все плохо вообще. Японцам вообще не привыкнет. Почему? Американцы их накрыли тогда. Вот им теперь по этой волне и не привыкнет. Не с теми дружат. А океан-то общий. Нет, Ютер Мала это да, он исполняет такую тему. Но первым начал Бьян риперов исполнять. И исполнял он их всегда великолепно на самом деле. Так что тут уж не надо. Бьян еще сам, еще тот рипер-царь. етеод, если Бьян ждет, он должен играть буду прид 가 Ну что, 3-1 Бьян, или 2-2? Ну, признаться честно, ребят, я был немножечко за Бьяна. Почему? Я уже объяснял, почему. Я не люблю, когда играют тиммейты друг с другом. Я люблю, когда бьются не тиммейты. Поэтому в этом плане Бьян все-таки предпочтительный мое мнение. Так, голосовалка. Ну да, 223 человека проголосовало 48% за Обьяна 18 девайсов Красивого 19 Парень 15 Серьезно, серьезно, ребят Ну что, ребят, помните про то, что поддерживать Очень нужно в этом месяце Меня и мой канал, в принципе, как и во все другие Но в этом месяце конкурс стримеров идет Соответственно И за поддержку я вас очень-очень сильно Благодарю Вот Она очень-очень важна Так как Призы неплохие на конкурсе Стримеров, да и вообще, в принципе Все хорошо там Танец от тебя для нас Милка сегодня ноздри накидывал Теперь твоя очередь Я могу только говнаря Башкой потрясти Но гривы у меня нету, короче Вот Позатряхиваться Вот И то Не буду Ну что, Тиуай тут что-то Однобазовое Монстрит С баншами и инвизнами Бьян едет вперед Так Разменулся С Тиуайем Рипера Геликами Сейчас своими Бьян Может на халяву Геликов Тиуая Просто подловить Что и получилось у него сделать Кстати говоря А Тиуай куда? Тиуай улетает Своими Геликами Вообще К Бьяну сейчас уезжает Бьян заезжает До готовности Банши Разваливает флам Геликов Тиуая Что творится-то? Бьян сейчас Дэмэдж экономики Серьезно нанесет А здесь в легкую Отбивается просто По лимиту уже неприятно И Баншу спалил он С инвизом Пять КСМ уничтожено Семь унесу Ё-моё Семь КСМ уничтожено Тиуай и Бьян При всем При том Что у Бьяна Уже есть вторая база А у Тиуая Второй ЦЦ Тупо нету Вот он только-только Заказывает Баншой стоит на месте Что за ужасные ошибки От Тиуая Он бегает Туда-сюда Он не понимает Что делать У Бьяна уже циклон У Бьяна уже Викинг И он еще Циклона Викинга Стреляет Он везде отобьется Это уже похоже На 3-1 Но я не буду Забегать вперед На самом деле И Бьян Контр Баншей Делает сейчас Между прочим И Тиуай Даже не полетел Никуда Меня понесло Да уже поздно Ну что, ребят Я отзываю Извините Бьянка Бьянка А нет Тиуай готовит Жесткий налом Какой-то Улын Это будет Сателемит У Тиуая Не слабый На самом деле У Тиуая Грейд На циклонов Сейчас доделается Вот этот вот Уникальный Кра Так Тиуай Заходит Бьян Уходит На хай-граунд У него тоже Циклон Но у него Без грейда Циклона Я вам скажу Так А здесь На инвизи Ванша Бьяновская Залетает Короче Тиуай Дерется С лоу-граунда У Тиуай С лоу-граунда Неплохо дерется Нужно признать Это 1.60 По лимиту Но У Бьяна Выходит танк И Тиуай Пишет ГГ Потому что К нему Прилетела Банша Бьян 3.1 Бьян В полуфинале Близкона Великолепный Бьян Который Достоин Финала Абсолютно Точно Я вам скажу Но с кем Он будет Биться Пока ХЗ А может С Лейзером Ребят Да Думаю Что бой За титул Сильнейшего Тирана Года Можно И так Сказать Потому что Мару Сегодня В нынешнее Время Слабоват Как-то Стал Вот Хотя Тоже Он крут Но Не такой Крутой Как Бьян Все-таки Ти Насколько Я понимаю Бьяна Бьяна Трясутся руки Конечно На таком Напряжении На таком Турнире Руки Будут Трестись Ребята Навряд ли Прот Унизит Бьяна Я думаю Но Не расходимся Ребят Дальше У нас Будет Великолепнейшая Пвп Зест Против Статца Два Тиммейта За право Сразиться С Бьяном Ну И Финал В любом Случае Будет Великолепен Кто Бо Не Прошел Кто Бо Не Прошел Этот Финал Близкона Потому Что Будет Если Прот То Пвз С Тиран Твз Как Шоу Тайм 2.0 Его Сосал Сегодня Вот Также Изобрел Просто Взял И Так Сделал Почему Ходс Был Без Него У Бьяном Был Бан За Какие То Подставные Матчи Короче Не Помню За Что Но За Что У Бьяна Был Бан Короче Ребят Нет Чай Можно Заварить Можно Хоть Жрите Хоть Я Не Знаю Хоть Что Делайте Ночью Лучше Не Жрать Если У Вас Ночь Как У Меня Ночью Ночью С Ночью Пора, пора. Ну да ладно. Ребят, помните про то, что поддерживать надо меня и мой канал. В этом месяце крайне необходимо. Конкурс стримеров идет. Буду стримить все, что... Буду стримить все, что стримится, короче. И не стримится, тоже буду стримить. Я знала, что если я победил здесь, я бы назвал лучшим террентом 2016 года. Так что я чувствовала, что было много на стриме. И поэтому я очень счастлива, когда я победила против Т.Y. Но я знала, что еще были семи-финалами и гран-финалами сегодня. Так что я сказала, что не очень счастлива. Но я не смогла держать. Я просто так эстетична, чтобы победить этот матч. И это то, что вы можете увидеть. Короче, Бьяна говорит, что я знал, если победу в этом матче, если я победу одержу в этом матче, то меня зовут лучшим тираном как бы 2016. Поэтому это очень важно было для меня. Да. Но он сказал, что Т.В.C. Т.В.C. не так, что я уверенна, что я не уверенна, но я обнаружил Т.Y. Т.В.C. 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 Вин-стрик 27 игр была у Т.В.C. Говорит, Бьян. Т.В.C. И он говорит, что сейчас я победил Терран, так что я победил Терран, так что я победил. Короче, Гридвиян всех накажет и лучшего Зерга, и лучшего Протса, который здесь будет. Но он был уничтожен, и Гридвиян вообще прекрасно в этой серии. Да, не надо ничего не оттенять от Т.Y., потому что, да, не так ли, как они были виноваты. У них были какие-то новые предыдущиеся в одном моменте. Но Гридвиян, это очень сложно предположить, и он просто слишком хорош. Его выражает себя себя самым. Гридвиян говорит, что это был один-сиден, что это было лучше сегодня, пока. Да, много хороших моментов, много чистого микро, из Гридвиян в частности. В лучшем зерк мире вдруг окажется Элезер, всякое может быть. Не знаю, кто бы не победил, победит Дарк, будет крутой финал точно. Победит Тивай, я не знаю, какой будет финал, но тоже будет круто тогда очень. Но после победы над Солором и Нерчом, я верю в Тивая, что он может Дарка пробрести. Но Дарк какой-то чересчур уверенный, ребята, игрок. Я смотрю, и он чересчур уверенный. И даже где Бьян проиграл игру вот эту, он мог затащить ее. Так, Тивай, в смысле, я не знаю, что я там говорю, Тивай здесь вообще не при делах. Конечно же, просто, а, все, я понял, почему, что Элезер с Тиваем тогда проиграл очень жестко, поэтому я и говорю, что Тивай, типа, будет ли реванш, если Элезер победит. Конечно же, с Бьяном. Ревчик тоже самый уверен. Не, ну на словах. А у игрека сливается, поверьте, мечется взад-вперед, там жмет, как бы, это, ну... И у меня такое происходит, когда, ну... Когда не хватает тренировки, называется, а ревчик тоже, то тренец, то не тренец в последнее время. Тренился бы стабильно, так и был бы результат другой. Зест, тащи экспресс. Ну, посмотрим, что там Зест потащит, ребят. Ребят, я же вас прошу, естественно, поддерживать меня и мой канал. Тролливали, чайнифани. Отключайте Adblock и подписывайтесь на премиум, поддерживайте через плеер, ну и по эквизитам тоже можете. Помните, что премиумы можно подписываться с данного момента на 20 премиумов личных, и вы 20 месяцев подряд его будете смотреть. Они суммируются. Много разговоров. Полуфинал и завтра, конечно же, будет. Дарк и Лейзер ЗВЗ, и Бьян против кого-то из здесь присутствующих. Зест, и Статс, и... Я надеюсь, и Лейзера натренят Зерги, чтобы он попытался втащить. Ну, я даже не знаю, вот Зест, Статс или... Зест, Бьян или Статс, Бьян было бы интереснее, без понятия. Я думаю, что почему-то Статс потащил, не знаю. Да пофиг, ЦНК не буду пилить, ребят, на кибетике ставочки есть, кто хочет, запиливайтесь. Пиливайтесь. Если заданачу, поставишь песню. А если я тебя выпил, люблю, срочно с канала, то... Ты будешь сидеть, смотреть там, как пишут в чатике, и смотреть стрим или нет? Вот ты сиди, смотри тогда, пока я тебя не забанил. И не пиши хрень всякую, какую песню, ё-моё, печё, блин. Когда я песню ставил? Смотрим Близзкон, ё-моё. Амбициозный тиран. Опять там как с кренделем подобная, что ли, тема? Что ты содержит? Фермер 323 поддержал ваш канал на сумму 500 рублей и сообщает Спасибо, Помми, на победу в марафоне Спасибо тебе, фермер, большое Это бритье? Нет, это какое? Это Саньон на экране, я извиняюсь Саньонг Саньонг Так, ну ладно, ждем Пусть канал поднимется, ВЦС, с рекламой немножечко Сколько, кстати, людей сегодня смотрело Ниба Дарка Кто-нибудь следил, сколько в пике зрителей было на ВЦС Я не следил, ребята Такая шняга долгая и незакрываемая Нет уже целой вечности Это Саньонг С ума Не, не у меня я имею ввиду А на главном стриме 40к Даже когда Ниб играл И когда и Лейзер играл Шоу-таймом Мне кажется, Каниб-то играл могло и больше быть Хотя, ХЗ Не, ну 40к плюс все остальные Это 50к с лишним, я думаю, как бы Может, еще где-то стрим идет Там на сайте Близзардов Конечно, они Не дикие цифры Но, тем не менее, все равно неплохо Ну что, ребят, я буквально на секунд пару отойду и вернусь к вам уже Спасибо всем громадное за поддержку Сейчас вернусь Надо приоткрыть Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Я был в магазине, кто heads не был в город, и в соцсетях рабочего. Я просто проведал много роман, потому что в школе, когда я учитывал, там то есть еще, когда в школе учитываяain. Я, конечно, очень люблю спортсмены, и я так же доверил. Когда уже расслабился, тогда я сталES трудно заниматься не с позже. ПОДПИШИСЬ НА КАТОБИЧЕ ПОДПИШИСЬ НА КАТОБИЧЕ Субтитры сделал DimaTorzok Все, ребята, я здесь, отошел ненадолго, извиняюсь Надо глазам давать отдохнуть Про Деста рассказывают Что-то я уже какой-то плоский хожу Пошел воды попить, прихожу на кухню Кружку забыл Прихожу сюда, положил телефон в карман Пошел обратно на кухню Прихожу такой Блин, я же кружку забыл Зачем я телефон в карман положил Пришел опять кружку Взял кружку, пошел туда, налил Бывает иногда такой плоский становишься Сейчас закапываюсь, ребят, погодите Не микрофон, надо выключать, наоборот, вебку Глаза подустали, надо подрасслабить Глаза поджарить так мужикам волосы красит ладно баба волосы красит но пацаны чё братан пойдем им рад их размотаем сейчас что ли этих петухов что ли я готов подтягивайся сюда ща будут прощения просить ровно очередная ровная зарисовочка ребят была сейчас для вас в исполнении сергея вот ждем продолжения тигр с шоколенко хорошо хожу на брусья стараюсь на турник делаю разминку уже приседаю сгибаемость полная уже почти как вот той ноги что мне несказанно радует даже могу показать час вот вот просто сижу как бы почти на максимум уже болит конечно еще но я думаю что я еще жестче разработаю будущем овация овация бывает и посидел на картах маленько а и что только и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я уже устал, честно говоря Поэтому для вас флут комментировать не буду Я буду комментировать саму игру Стат с какой-то опухшей Ну да, есть такое дело Забухал, думаешь, там Но пока вот Стат против Дарка была топчик игра вот эта На Новом Гетисберге Это последняя Бо-5 на сегодня Не игра, но Бо-5 последняя Да, но... Пвп опенингов всегда Было много разных официальных Хрена, Роттердам такой чисто поднялся вообще Четкий такой Рубашечка оранжевая Пинжачок Красавчик, что он говорит И даже заграммировали так, что не видно Позже Старгейт Глефы даже можно сыграть Там, я не знаю Все, что угодно Сейчас миллион Упанингов все Через адептов Через сталкеров Открыли Единственное, что Через два гейта Открываются Обычно всегда Через гейт Сейчас вообще Через один Нету таких билдов Да, Сорби Но об этом я говорил Когда была предыдущая стадия ВЦС Зест рассказывал, да Что отец его Не верил, что будет Как бы Все Что у Зеста получится Вот И потом Что-то там Заболел И умер И так и не увидел Что здесь В топчик Вошел И достиг успеха И это работал И это работал И это работал Я буду revisит Это идея Потому что Это exciting Для нас Но это А также А также Как бы Распределить На стадии Думаю Думаю Это Думаю Да, абсолютно Я не вижу Почему Они не должны Не быть Класс И Счастливо В том ПВП 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 Так что я думаю, что эта серия является первым сегодняшним первым, который я думаю, будет идти в гейм-5 и будет идти в дистанции. Я не хочу посмотреть слишком далеко от себя. Я знаю, что эта серия является просто у нас, но кто ты думал, что у тебя есть лучшее chance против Ян? Ну, я думаю, если бы вы спросили мне это 7 месяцев, то это было бы зашлое, но сейчас я не уверен, что я могу... Стас 0-3, Зест. Стас затемпературил. Ну, какой-то Стас, да, странно он выглядел, но я не думаю, что прям он там заболел весь в мясо. Я думаю, что это супер-биг серия, чтобы так много денег. Когда ты играешь в PvP и они both знают, что это будет close. Но я действительно верю, что Стас будет уверен, что он смотрит на эту серию и думает, что это наконец-то мой момент. Ты победил, ты победил огромный турнир every single year, ты даже победил GSL this year. Нет причин, что Стас не верит, что он не может убрать Стас в том, что Стас уже играет в течение времени. Даже когда это было хорошо, это не было богатым. Мы не говорим о том, что это много, но это как, ребята, это за $15,000 больше. Они уже получили $15,000, но в итоге выиграли это за $30,000. Мостые чемпионы в этом году будут это что-то для финалов. Это невероятно, что они играют в течение времени. И это упражнение в течение времени. Я думаю, что у нас есть какие-то предкидки, Стас? 3-2 в февралю, Стас. Я люблю Зест's X-Factor. Я буду его 3-1. Я не знаю, что это предкидка, так как это не только что-то, как это предкидка. Я хочу 3-2, и я думаю, что это предкидка. Хорошо, спасибо большое, господин. Давайте готовим к этому. Это идет, только в районе. Это время для четки. Его здесь накануне напоил. Ну, хз, хз. Начинается. Где Тейстлес? А Тейстлес, он... Может, его не было? Может, его и нету на Блесконе? Просто Тейстлес был на этой теме, как бы. Ну, вот, CS-финал, что за хрень его? Тейстлес был на Блесконе. Уже. Тейстлес был на Блесконе. Но. Красть. Блесконе. Уже. Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Я поглажу братана Успокойся, Павлик! Дима Торзок 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 Так, 3-0-4. Время. Всё, переменовал. Везде всё. Голосовалку, говорите. Давайте запилю. Голосуйте, кто победит. 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 Последняя БО-5 на сегодня. Завтра у нас 3 матча будут всего. Поэтому завтра мы в такую... Так поздно, в общем-то, не закончим. Может быть, конечно, будет. Может быть... Так. Так. Вот уже начинаются необычные темы. Сверхранний Нексус сейчас отстаться. Очень интересный билл. Почему сначала нам не врубили? Я не понимаю. Смотрите. Стат ставит Нексус 1. При этом всём, обратите внимание, у него кибернетка отстаёт секунд на 10 всего. Как это так вообще? Вообще не вкуриваю. Как так? Или у него один гейт? А, у него, видимо, один гейт, похоже. Возможно, завтра какие-то шоу-матчи будут. Я не знаю. Но я думаю, на Блесконе навряд ли шоу-матчи будут. Прошлое Блесконе. В прошлом году там Линкен Парк выступал. В позапрошлом Металлика. Я оставлял концерт, или даже часть сам смотрел, не помню. Вот. В этом году я не знаю про какого-то там диджей, диджей Лунтик там какой-то говорили там, или кто-то там что-то будет. Сегодня этот раз 10 лет, между прочим, Блескону. Праздник. Ну, не знаю, если что стоющее будет, можно будет посмотреть тоже вечером. Там Мазеркор на мейне у Статса. Здесь гоняет адептов. Так, Мазеркор уже две пробки зафокусил. Статс, ты будешь рабочих контролить? Статс не контролит рабочих почему-то вообще. Так, собирались шоу по СК-2 на новом патче. Царь горы от Шаудкрафт будет сейчас ночью в 4 утра будет. Другое дело, я не знаю, стримить ли мне его. Потому что там очень долго. Это я в 8 утра лягу спать, ребят. Это перебор какой-то. Субтитры поднимали. Субтитры поднимали. Субтитры поднимали. Субтитры поднимали. Это очень хорошо для тех, но за тех, как и за это. Присом и так. Это часть, как и за это. Застс, Билд. Так, зашел здесь с Тадептиком на мейн, даже пробку одну не подрезал сейчас. У Статса все лучше. У Статса Глефа, у Статса Иммортла. Статс может великолепно сейчас куш на Глефу к Иммортлах привести. Пролига сегодня был стрим, и я показывал Гудбай Пролига сегодня был стрим. Там не было никаких чемпов, там просто разговоры были. Какой-то вместо пролиги типа КСП Кап чемпик должен быть. Так, здесь третий Нексус запилил. На глава-то будет... Пошла призма, будет пуш сейчас на Глефах, естественно. Я думаю, что детству будет тяжело отбиться. Турик будет в ближайшем будущем какой-то там, не помню какой, но будет. Очень скоро будет 10 или 11 числа азиатский отборочный на ВЭСК, между прочим, где Мару и Тиуа играют. Вот. Но там им конкурентов мало, там китайцев пару есть. Но и то непонятно, что они смогут показать. Мы тоже будем смотреть, будет интересно, я думаю. Короче, все, что будет возможно, все, что будет, будем смотреть, ребятки. Старлайн запилим группу когда-нибудь в ближайшее время. Надо... Я с ИЗа пока не написал, надо будет расписание протестить, что там, какое планируется. Так, адепты варпятся. Две носа, 1.76 по лимиту. Стас будет лоб заходить здесь. Туда заходит лоб. И даже два оверчаржа здесь ничем не помогут. Че здесь... Че Стас боится-то? Ну, бред же, какие? Два оверчаржа смешных он боится. Вот если б он сейчас, Стас, напал в предыдущем в реве, он бы убил. Теперь я уже сомневаюсь. Потому что здесь есть и оверчаржи, здесь все, что надо есть. Не вкуриваю. Че за бред делает Стас вообще сейчас? Дал достроить Зесту Глефа. Ё-моё! ГГ, один... Похоже, вы были правы. Стас какую-то чушь делает сейчас абсолютную. Я вообще не понимаю, что он делает. Все, сейчас, если Глеф и Узеста доделаются, это катастрофа просто. Мазеркор непонятно там где. Передумал Стас пушить. Да, выходит дестабилизаторов сейчас. А что быть с третьим Нексусом? Что делать? Стас не видел даже третьего Нексуса. Да ну нафиг. Вот дает Стас. Такой бред вообще сейчас делаю. Третий Нексус Зеста не спалил. Неправильно. Вы видели, ребят? Там было 93.79 по лимиту. Я просто отказываюсь верить, что Стас не понимал, что он продавит вообще. Почему он такие странные решения принял, я даже не понял. Ну, адепты его зашли туда, и видно было, что телепортнись туда. Причем, я думаю, что он прекрасно сжал, что навряд ли Узеста Глеф и будет к этому времени. То есть ему просто нужно было сбить пилоны, которые уже один начал демоджить. А с таким кличетом адептов с иморталом это залп, залп, все, нет пилона, как бы, двух пилонов. То есть полный бред. Первый дебилизатор Узеста строится сейчас. Так, адепты иллюзиями вперед идут с двух сторон. Не телепортируется здесь, не телепортируется Стас, естественно. Заходит здесь Стас, варпит адептов. Ну давайте Нексус так дадим отменить просто сейчас. Что ты делаешь Стас? Что он делает вообще? Что он делает вообще? Что делает Стас? Объясните мне, пожалуйста, ребят. Я не вкуриваю вообще, что он делает? Неплохой зал с дестабилизатором. Но перевернет ли это игру? Нет, Стаса больше по лимиту. Вот до варпик пошел сейчас неплохой. Здесь пытается телепортироваться своими адептами, чтобы получше позицию занять. Стас меняет направление движения. Надо Сталкеров законтроливать. 79-71. Но у Стаса отсутствует Нексус. А у Зеста есть. Вот, например, вам и разница очевидная. Да, как бы. Но сейчас будет пара уже дестабилизаторов у Стаса. Ему надо улынить, получается, идти сейчас дестабилизаторами. Я других вариантов не вижу просто. Ну, Зеста блинг, между прочим, есть. Ну, Зеста адепты выехали наверх сейчас. Минус Апсервер статсовский. Выдвигаются еще какие-то юниты. Готов ли Стаса отбить Деснексу свой? Не знаю. Зеста пролетает. Стас обязан был спалить его сейчас. Мазер Кура не наблюдаю на второй базе. Ой, минус с Н3 все. Что ты делаешь? Стас 5 с Н3 на ровном месте. Адепты прилетели. Не, ребят, это провал какой-то. 9 пробок минус. Да, у Зеста нет дестабилизаторов, но... А, это размен пошел. Это размен, ребят, пошел. Странное решение со стороны Зеста, признаться честно. А дестабилизаторов, как законтрить, интересно. Но Зеста увел рабочих заранее, обратите внимание. Но у Стаса прикол в чем? У Стаса ведь лучший микс сейчас. У Стаса есть дестабилизаторы в миксе. Это крайне важный момент сейчас на самом деле. Ну, Стас идет, кстати, сейчас адептами только лишь и дестабилизаторами. А у Зеста, между прочим, блинк здесь есть, ребята. И как Стас собирается этот блинк законтрить, я просто не понимаю. Дестабилизатора на ровном месте потерял. Смотрю, поражаюсь просто. Что Стас творит вообще? Ну, Нексус Зеста убил. Адепт принимает. Все равно лимита больше Стаса, кстати, обратите внимание. Самое удивительное. Зеста есть призму, он отдает адептов на ровном месте, несмотря на наличие этой призмы как раз-таки. Пытается Зест прикрыть своих юнитов от залпов дестабилизатора. Криво тут заходит Зест. Ой, Стас заходит. Мимо в молоко, стреляя дестабилизатором. Но все равно юнитов больше и все равно убивает просто Зеста. Ну, Зест убивает Нексус Стасу, а толку-то? Призма есть у Стаса, есть. Вот если бы он Призму еще сбил бы, можно было пилон на островке запилить и попытаться сделать. И чё, что Нексуса нет. 44-11 боевой лимит. Все, здесь Стас в лоб убивает вообще. Нет у Стаса блинка, нету, насколько я понимаю. Не понял я вообще, почему так делал. Вот реально, Зеста убил Стасу 3-й Нексус просто на халяву. Причем там Стас тупил как-то, непонятно. Нахрен Стас сюда перевез-то столько всего. Через барьер, говорит, забирает. Артосис говорит, я в Старкрафт каждый день играю и первый раз вижу это. Ну, действительно. Вот. Ну, Зеста нет ресурсов ни на что, ребят. Зачем Зест шел в размен? Боялся дестабилизаторов, может? Ну, ведь у него был и блинк, и глеф, и как бы. Не знаю, короче, зачем Зест так поломился на Стаса. Я считаю, у него все было замечательно здесь. Так, ну, у Стаса, кстати, зданий мало осталось. Зест, понимая это, пытается убить Зесту все. Стасу надо просто привезти пару юнитов сюда, как бы, домой, и все. Так, Стас возвращается. Стас пытался Нексус Зесту найти. Теперь он понимает, что никаких Нексусов у Зеста нет. Да, конечно, они из одной команды. Нахрен Стас в 7-е-то идет. Часть-то надо базу ему убивать, а он в 7-е идет назад. Ничего за бред вообще. И что здесь... Вот зачем Стас сюда в 7-е пришел назад? Какому-то юнитам-то надо атаковать здание ему. Не, ну, здесь 1-0 Стас, очевидно, давным-давно уже 1-0 Стас. Ну, что-то здесь тянет-тянет, с этой призма летает. Что, он надеется в Элиминейт сыграть, что ли? Ну, если Стас тормоз, как бы, уйдет с теми юнитами от своей базы, то, да, шанс может быть. Но я не думаю, что Стас настолько тормоз. Любой игрок, даже в мастер-лиге, вот в такой ситуации, имея такой вижен, и увидев оппоненту одну призму, понимает, что в одной призме не может сидеть каких-либо юнитов, которые могут развалить даже пол-армии Стасовской. Вот он напополам, собственно, и поделил все. ГГ пишет Зест, очевидный расклад. 1-0 Стас. Стас не тормоз, ребята. Никуда он не ушел. Он не успел. Он не успел. И я думал, что база трейбер был немного одними. Я думал, что Зеста мог бы быть более чем-либо. Но Стасовская армия просто не успел. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Даршайн, да, это от Деста играет Дарков против Статца Готов ли будет Статца? Я ХЗ к этим Даркам Вот Ну а вечером будет продолжение Близкона Также завтра, возможно, 3 на 3 с братком DimaTorzok Правда, не уверен я, смогут ли они там Вот Или нет Если нет, то я 1 ФП поиграю Может быть, Ким Чензерк, если будет Если Ким Чензерк будет завтра, то Какой-то шумать запилец это Револьвер против Коу, например Не знаю, пугающе, не пугающе прозвучало, ребят Но похоже, что это минус статц Почему? Он строит грелку, Оракула увел Здесь есть пилон, Оракула Зест Изи отбивает А Дарков Статцу нечем поймать, просто не чем Вот они заходят, это ГГ, это 1-1, ребята Ну подлочил Статц здесь немножечко ГГ пишет, конечно Ну так как тиммейты идут, поэтому тут Майн Геймс Так называемый Придумывает, как бы Законтрить Деста Статц И вот придумал в итоге Такой способ Законтрить ДТ Вы знаете, это не просто выбор Стратегии, это была Экзекуция Он действительно ставил много Прессор, с небольшим Немного унитов Это сделал Статц чувствовать, как Он должен был идти В противопрактах И убрать работников Это не было Какой ДТ-реш На поверхности И это почему это работало Статц Идентифицировал Что Зест делал Он бы просто остался И защитил И это Статц Статц Абсолютно Наок 2000 Квощина Статц Абсолютно Поделиться Статц Выправил Статц Статц and seeing a missing pylon he just had no idea what zest was up yeah he had no idea what was coming at him and um we're gonna have to see what stats will do uh to adjust from that now i don't believe we're gonna see zest do the same strategy again in this best of five but sometimes it gets so weird where you actually want to do like the least logical build yeah because it's unpredictable and it's not supposed to work and then it ends up uh working anyways because they just factor out and don't try to defend against it a second time we definitely could see something like that but i do agree through sentiment that i think zest is gonna put that away for now try something else our next map gonna be king seijong station definitely plays a bit differently than galactic process as well ну что третья игра ребят на горизонте хз тигра кто здесь затащит ху прошу прощения вижу игры равные абсолютно может даже 3-2 счет будет посмотрим может быть я не прав не будет 3-2 ну во второй игре как бы зест подловил статца да непонятно именно тут и в первой игре тоже она странная была то есть пока стандартной какой-то игре где бы виден был бы отчетливый скил не было то есть мне кажется что они равны более-менее сейчас да и тем айты все-таки вес мапа номер три ссал импорт простать и у вас сакам а а у нас шарал а взрослых из из-за струлита тайн-то и здесь из-за тайн-то китай-то близко он топ-4 Прошу прощения, ну что, два гейта зест, два гейта статс. У статса гейт ин на рампе, то есть застройка будет. Прокси пилон от зеста пошел, причем второй пилон в проксе. Я вижу, что это сверхранний прокси старгейт от зеста идет. Правда, почему-то пробку он на ксилнаку отвел, вот назад повел. Скорее всего, это сверхранний прокси старгейт, ребятки. Да, так и есть. Старгейт пошел, тайминг великолепный. То есть как пробочка подъезжает, отъезжает, на ксилнаку уезжает, зест хорошо стоит, видит вокруг далеко. САС проверяет прокси. Да не там проверяет, ребята. Ну зайдет, не зайдет, это вопрос, конечно. Зест при этом и сталкеров строит. Стат с первыми друми, а побежал вперед. То есть он встретит зестовских сталкеров, ничего не поймет и не эксу ставит. А зеста оракульцев пильнет и развалит. Правда, я так понимаю, у Статца есть Мазеркур дома. Но на этой стадии у Мазеркура 50 энергии, то есть всего один оверчаж, ребят, как вы можете понять. Заходит Статца, одного сталкера, зеста спалил и уходит сразу назад. Ну что, оракул полетел, ребята. Так, ну кстати, Статц пока не рабочего не потерял. Зест еще один удар получил оракулу. Вот первая пробка погибла. Статсон вернулся. Стрельный еще раз. Ёбарас, это как он упустил, неприятно, ну ё-моё. Да, пренеприятнейшее упущение просто. Оракула сейчас было. И у верчаж потратил и не сбил его. Да что ж такое-то. И сталкеров вынужден он будет держать еще на мейне, когда нужно на второй уже держать их. Ну, парабам уже плюс, и статс будет. Вообще у статса все нормально, конечно, здесь. Медленный варп идет здесь на старгейте на этом. Зест делает сталкеров, Зест разводит, Зест собирается ворваться. А Мазерхур где? На позиции Мазерхур вообще? Да. Сколько энергии у него? 52, кстати. Есть у верчажа, то даст статсу возможность выжать на варпе тюнитов. Верчаж ставит. Такой медленный статс, а? Ну, я ругаю статсу, когда сам косячу жестче в 500 раз, по многу раз на дню. Ну, я не в четверть финале близко наиграю аналадеры. Бичую, поэтому это ладно. Но статс-то не должен так медленно реагировать. Так, приходит здесь сталкерами. Отгоняет статсу. Все в порядке. Оракул где? Оракул пока не пытается что-то тут наваливать, с демеджа летать. А не, летает, летает чертяга. Еще пробочку подрезал, ребят. Ну, блин, кустаться раньше. Иммортал делается. Парабам, Зест уже на два в плюсе, правда. Ревелейшн уже пошли. Сбивает статс, наконец-то, Оракула Зеста. Знает ли он где Старгейт Зеста? Не уверен. По лимиту статс плюсе, но на два рабочих отстает. Да, начинает проверять. Кажется, статс... Не, не пошел до туда. Хотя, не, пошел. Ну, статс знает Зеста, как облупленного. Вот и находит сразу и пилон, и Старгейт. Нужно выбить все, и Старгейт тоже. Он нафиг здесь не нужен статсу. 80-69 по лимиту. Статс еще подпушить хочет, у меня такое ощущение. А, призма есть? Да, есть призма. Это масс сталкерами. Пуш сейчас будет. Почему с Деста? Зест выходит третий Нексус, не имея ни хрена здесь вообще. А, так, все-таки забрал сейчас Сентрюйт Статс Десту. Заказывает сам третий Нексусон. Первый только Иммортал от Деста выходит. Статс принимает бой. Под блинка от Деста. Куда ты так агрессивно блинкаешься-то? На призму контроля Иммортала великолепный. 87-76. Но Нексус-то не отменил статс Десту. Но пошли глефы. Но макро Статсу я доверяю, на самом деле. После той игры на Гетти Зверки с Дарком, да и после того. Статс мне нравится, он хочет стандартный. Он в макро великолепен обычно всегда. Сейчас мы и посмотрим, так ли это или нет. Но Зест, кажется, в макро не хочет. Да, Зест не хочет макро. Зест видел этот Робо Бэй. И Зест, кажется, хочет отменить в итоге Статсу. Третий Нексус. Но! Юнит красненький-то на Ксиллаге стоит. И Статс прекрасно видит, куда этот чертяга Зест поломился вообще. Надо даже Мазеркор бы сюда привезти бы сейчас Статсу, что он и делает. Да, верчажик бы выставить сейчас не помешал бы. Адепты не телепортируются. Да, Варба от Зеста идет. Скоро Дестабилизатор первое будет готов. Дестабилизатором будет попроще, конечно, Статсу драться. Вот Статс... А Статс не стал наламываться на Зеста в предыдущей игре, когда он так же кушал примерно. Сейчас пошел замес. Дестабилизатором стрельнет из Статс. Ёмор. Пошел залп. Хороший! По адептам прошло неслабо. Контроль на призму идет. Иммортла надо забрать Статсу. Забирает Иммортла, но Зест адски давит сейчас. Адептов, ну, очень много. У Статса побольше сталкеров. Но адепты по адептам имеют бонус, поэтому кончаются быстро у Статса адептики. В этот раз Дестабилизатором вообще в молоко стрельнул. И Статс принимает призму Зесту и принимает Зеста вообще в принципе. Будет ли ГГЗ писать на этой стадии? Не уверен. Думаю, что может и не писать сейчас. Но у Статса все замечательно. Больше лимита есть Дестабилизатор 2. Причем есть. Зест пытается еще раз зайти в забегание. Но Ксиллагу-то контролит этот красненький четкий юнит. И в итоге сейчас просто спалят все Статс. И что, он вразмен все равно пойдет? А что боится Статс? Да, Статс понял. Там-то да, Варп сделаю и отобьюсь. А здесь просто пойду вперед и все будет ок. Не стал телепортироваться. И здесь вперед идет, как вы видите. Все есть для успеха. Заходят на третий Нексус просто. А у Зеста даже и Вижена нету. Так, 10 пробок Статс только что потерял. Причем Статс здесь, Туниксус. Здесь выбьет, это факт. Тоже 10 пробок забрал. Здесь Адепты против Дестабилизатора. Пытаются драться, но приходят Сталкеры закрывать его. Прикрывать. Да, Варпил Статс Адепта. Тоже Нексус убил. 95-76, похоже на 2-1. Так называют сайт, где идет он ли ФП от игроков на подобных турнирах? Не понимаю про что-то. Я первый раз слышу о каком-то сайте, где нигде не идет ФП. В данный момент с близко на нигде ФП не идет. Даже если оно идет, для меня это просто открытие будет дикое на самом деле. Так, приходит Статс. Приходит Зест. Так, по Адептам неплохо сейчас проходит зал в Дестабилизаторах. Еще Сталкера одного забирает Статс. 95-76, Призму Статс сбивает. ГГ пишет Зест. 2-1 Статс. Хороший Статс, очень четко отыгрывает. Статс, utilizing that disruptor tech to put a slowly teching Zest into an awkward position and getting those very crucial disruptor shots off to win the game. And now Статс is only one win away from moving on and escaping this best of five. Wow. I mean, this is a big moment for Статс. A top four at BlizzCon is a defining moment in a player's career. And to go up against a Terran player in Byun, you know, that's a matchup he's very strong at. So maybe he could make it all the way. We are going to be going into this game momentarily. Zest has been taking some risks, Artosis. And those risks are not always paying off. Will we see him play a more traditional game? We're going to find out. But first, we're going to go to a short break. Stay tuned. We'll be right back here at the StarCraft World Championship Series Global Finals. Well, guys, 2-2 or 3-1 Stats? Here's the question. Сложно мне сказать. Но что лучше было бы Zestbian или Statsbian? Думаю, это обе великолепных ТВП будут. Так, реклама пилинулась черная. Сейчас отвиснет, все будет нормально, не волнуйтесь. Продолжение следует... 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 Ну и смотрите, меняй мой канал, естественно. Отблоки отключайте тоже, но сегодня рекламу я обещал не пилить, поэтому не пилю. Зест через адептов, Статс через сталкеров играет сейчас. Пошли Нексусы практически одновременно. Заход Зест, и люди адептов посылают вперед. Телепортироваться смысла нет, но Статс-то на хвосте у этих адептов сидит сталкерами. Одного адепта Статс подрезал, царь просто. Хороший контроль сталкерами был. Адепт непонятно куда телепортнуться, надо искать всеми сталкерами в одном направлении ищет. Ну да, Вазербидер. В том году так же примерно было с Блесконом. Телепортироваться с Блесконом. Телепортироваться с Блесконом. Телепортироваться с Блесконом. Так, ну в итоге что мы имеем, ребят? Извиняюсь, что-то подзависаю уже немножечко. Мы имеем 53-53 по лимиту. Парабам Статс на две пробочки опережает. На одну-две. Это полная фигня. Но чуть больше боевого лимита у Статса. У Статса роба есть. И Мортл из Троица и Твайла. Деск делает Блинк. У Статса есть возможность выйти в пуш с глефами, с адептами сейчас. Понимается, что это иллюзия у этого Оракула. Сбивает ее. И Твайлайт у Статса просто простаивает почему-то. Почему он простаивает, я без понятия сейчас. Деск то верчажем сбивает сейчас. Вот и комментаторы удивляются. Если он хочет пушить, то это полный бред, то что он сейчас делает. В Твайлайте ничего не заказано, обратите внимание. Что за 3-2-2-то? Это фейк Твайлайт, то есть просто, да? Я построил Твайлайт и ничего в нем не сделаю. Ну что Статс за бред-то творит? Потерял здесь Сталкера. Ничего Статсу не зафокусил. Развалился. Статс может думать, что у него блинк есть? Да нет, не думает так Статс. Великолепный контроль на призму идет сейчас. Как не было блинка, так и не делает Статсу самое интересное. Так, идет Статс вперед. То есть мало того, что он призму, мало того, что он 3-й не хрустая, так он еще здесь стоядовить собрался, причем без блинка, просто на призму контролить. Серьезная атака. Ну и здесь заказал Статс Блинк, понял, что кретин. Подумал, наверное, он так сейчас. Но это моя версия, может быть и нет. Это ужасная ошибка. Вот если бы сейчас у Статса был в Линк, другая ситуация была совершенно. Я бы просто так бы подумал про себя. Если бы я вышел пушить на Близконе в одной четвертой с Твайлайтом, который уже у тебя есть минут 5, и не был бы сделан блинк, естественно, то других вариантов просто нет. Ну, Статс уже Нексус готов, и он просто начинает его добывать. Просто. Ну, у Зеста второй робо, и сейчас войны дестабилизаторов будут в стиле Ниба, я так понимаю. Но Ниба больше нет на этом турнире, он ПВП повоевал бы, но Дарк его просто разгромил 3-0. Хотя в двух... Во второй игре, считаю, обязан просто Ниба был брать 100% игр, а в третий мог тоже нормально сыграть. Приходит Зест, боится Статса, не понимает, что там блинка-то нету. А здесь Призма разложена. Ну, Зеста дистанц майнинг идет, статс уже на 30 лимитов плюсе за счет преимущества по экономике. Так, а адепты, уводи Призму-то, ё-моё, Статс... Ну, что вот Статс делает? Только что его пробка столила, он стоит и ждет чего-то. Чего он ждал стоял, я не понимаю. Ну, Призма сныкалась, её нечем выбыть. Как успел? Чудом успел. Вот реально чудом сейчас сныкался. Успел, по-другому и не скажешь. Так, это Грейт Апсервером на мух, кстати, у Статса делается, я так понимаю. Это не Призмый мух был, насколько я понял сейчас. У Зеста плюс 2, у Статса только плюс 1, у Статса второго рова тоже делается. Короче, вот это преимущество по лимиту решало до дестабилизаторов большого количества. И чуть раньше, пока лимиты такие большие не были. Сейчас же Зест уже нивелировал всё преимущество Статса, учитывая плюс 2 с его стороны. Так и вообще всё замечательно. Кстати, да, у Статса, смотрите, Апс со скоростью. И он Апса Зеста на халяву сейчас принял, потому что того скорости нет. Зест тоже скорость делает, грамотно Грейт делает. Так, пиончик Статс выбил, уходит. В это время часть юнитов идёт на 6 часов, держа группу гигантскую Сталкеров здесь сверху. Зест пошёл вперёд. Статс всё видит прекрасно. Забревает очередного Апсервера Зеста. Но здесь просто дестабилизатором своим забрал Статсу 2 за зал. Конечно, лезть сюда ни в коем случае Статсу, поэтому и не надо. Опасные игры играют. Лимит остаться больше, делается Чарж, плюс 1 доделывается. На плюс 2 заказывают у Зеста, уже плюс 2 доделался Грейт. И Зест плюс 3 заказывают. Ровно на 1 Апгрейд обгоняет Зест Саста. Я бы не сказал, что это смерти подобно. Особенно в Лотовском ПВП, где пара устрелов дестабилизаторов и всё решить это может. Но это преимущество определённое на стороне Зеста. Отблинкнулся Зест, Статс сразу же отблинкнулся. Очень чётко сейчас Статс отблинкнулся сразу же. Так, иллюзия пролетает. Пошёл залп, здесь Зест всё видит прекрасно. Статс причём Сталкеров дома оставил. Давайте сейчас Зест просто всей армии разгромит вот эту группу Статса. И всё. Даркшайн у Статса. Стабильно на 20 лимита Статса, кстати, в плюсе сейчас. Два залпа дестабилизаторов. Смотрите, Зеста идёт вперёд. Статс зачем-то здесь остался, непонятно зачем. Так, подблинкнулся Статс, сейчас кривейший подблинк с его стороны. Во-первых, во-первых, провал, просто провал. Что Статс сделал сейчас? Какая катастрофа для Статса, это просто жесть. Нахрен он тут остался, я не понимаю. Ну, добегался в два направления сейчас. То есть Зест просто разгромил часть Сталкеров Статса в мясо. Вместо того, чтобы соединиться армией и нормально драться, Статс пошёл и отдался спокойно абсолютно. Минус дестабилизатор, два зелка. Великолепный залп от Зеста сейчас идёт на дестабилизаторе. Зест выводит части армии через центр сейчас к Статсу, пытаясь напрягать его. Статс в это время пытается Зеста громить в лоб. Причём с чажем решает здесь. Но уже Зест выносит третий Нексус Статсу. Нексус третий Статсу. Ну, Статс, кстати, смотрите, Зеста-то в лоб поломал. И дестабилизаторы здесь есть. Ну, не знаю, у Статса больше армия сейчас. Зест довар был там, конечно, юнитов. Призму Статс минус 38-122-3-1, что ли. У Зеста-то, смотрите, там крохи остались. Статс просто с доварпом отбился и всё. 145 на 120. Колосс от Зеста выходит, а что толку? А, кстати, смотрите, дестабилизаторами попадает неплохо здесь. Зест по Статсу 109 на 89 по лимиту. И, между прочим, база-то выжили все у Зеста, в отличие от Статса баз. Колосса Статс забирает, 103-79 по лимиту в плюсе сейчас Статс. А где этот лимит-то весь Статсовский? И у Зеста плюс 3 есть. И у Статса нету Нексуса, кстати говоря. То есть сейчас время работает не на Статса. Я даже думаю, что он уже проиграл практически 100%. Нужно Арконов Статсу сейчас. Нужно делать... Да, делается архивы Темпларов, не они их устанавливать. И без Арконов тут не получится биться, конечно. Дать плюс 3 стараться. Как здесь Дест? Ну, Статс был невнимателен. Он пропустил тот момент, когда Зеста армия в тыл ему пришла. Хотя он прекрасно видел тайминг, когда она уходит. Ошибаться так не стоило, конечно же, Статс. Потому что преимущество было целиком и полностью на его стороне. Здесь была армия, меньше гораздо Узиаса. Здесь он все разгромил и шел таким хорошим прям кулаком вперед. Но у Статса сейчас 1300 газа, ребята. И Статса может Арконов насливать нормальное количество. Хотя здесь тоже по 3 штампуют, смотрю. У Зеста армор там пошел. Куда-то Статс призма летит. Что он ей хочет сделать, я не понимаю. На такой стадии с Фродсом, который Блинк имеет. Летать призмой. Ну, ребят, ну это же провал полный. С другой стороны выходит. Там Статс, он хочет залп на 3-й, не в Нексусе сделать. Реакция от Деста просто мгновенная сейчас была. Дест выдвигается вперед. Статс этого не имеет. У Деста невероятное количество Арконов там уже. Ну и как так Статс дестабилизаторов? У Виолы никак он драться-то будет. И ушел с 4-го Нексуса. Просто взял и ушел. Дема, что за провалы? Ой, как здесь бомбит. 150 на 120. Принимает Статс криво бой. Дестабилизатор только один, а два увел. 2-2, ребята. Очень много что-то ошибок от Статса в этой игре. Минус Иммортл в мясо здесь сносит просто Статса. Ну, нельзя без Дестабилизаторов драться. В этой игре Зес несколько раз смог выиграть. Но проиграл по итогу. Гим 5 of the day. Fantastic series so far. Зес showing us that he, in fact, can play toe-to-toe with a player like Статс, who's been so perfect, especially in the late game. I gotta say, though, that was a little bit odd that we saw those Immortals get made back there as Zес was pumping out Zealots and Archons. I mean, although that disrupter positioning was so good, it was also the fact that, Да, могу оговариваться, уже время позднее, ребят. Поймите правильно. Ну, сейчас будет решающая катка, между прочим. Ой, можно будет отдохнуть. Ну, а завтра днем поставлю вам запись сегодняшнего дня, как только встану сразу. Пойду заниматься на турники, там и все дела. Потом посмотрю, как вернусь с вами, поперематываю, какие-то комментарии подаю по поводу сегодняшнего дня. Ну, потом ФП, там 3 на 3, возможно, еще что-то там, шоу-матч может быть. Если револьвер здесь будет. Так, погодите. А Шауккрафт-то у нас на блеску не получается, что ли будет? Интересно, а там все там прям будут, кто есть прям там, что ли? Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. А записи этих матчей можно завтра где-нибудь найти будут? Можно бы в записи их, я бы покомментил бы в записи их, тогда бы лучше. Статс против Зеста начинается. Поехали. Субтитры делал DimaTorzok 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 Так, плюс 2 гейта у Зеста Плюс 3 гейта у Зеста Очень интересно Стат залетает и люди И проверяет, оп, гейты, пожалуйста, пошли Надо спалить все А Робо Бэй где? А вот он, Робо Бэй Стат видит, что здесь делается скорость А контрить как? А контрить нечем Да, блинка вообще нечем, кстати А блинка-то не будет пока Блинк-то дольше делается, намного Блин, это очень опасно для Статца Пуш-то Одесса сильнейший будет сейчас Просто сильнейший Правда, так, залетает 4 пробки минус делает здесь Статцу Барабам Стат все еще в плюсе Понимает, Статц, надо камни пробить Но с Имморталом быстро пробреет Один залп дестабилизатора И вот показывает, что уже По экономике-то здесь в плюсе И вот уже Одесса Пуш идет дестабилизатором Хочет здесь стрельнуть Стреляет по Имморталу попал Кстати, Статц вручную поля Имморталу врубил сейчас против залпа дестабилизатора Потому что если бы не вручную Он бы по ХП дэмэдж получил Ой, как больно Статцу Здесь давят Но у верча же решает Сталкер с Блинком Под Блинк агрессивный дестабилизатор и минус Призма все еще живет Призму сбить надо Статц сбивая Призму Призму не сбивает Статц Но в итоге сбил И дестабилизатор падает 68-50 по лимиту Кажется, Зест все-таки проигрывает эту игру Или еще нет? Нет, 76-45 Зест проигрывает эту игру, ребят Статц зашел на мейн адептами Но здесь да, фига сталкеров Просто ловят их всех статц моментально 80-50 по лимиту Катастрофа для Зеста Естественно, одни адепты Против статца сталкеров Имморталу Статц в полуфинале будет сейчас Близкона Красавчик, Статц Не знаю, мне как-то Мне Зест Тоже нравится, как игрок Но в последнее время Статц все-таки больше мне нравится И Статц начал тащить не так давно Это очень хорошо Это очень хорошо Это очень хорошо Пожал руку Зесту Хрень какая-то Какая хрень? Хрень как, хрень вроде Еще она не скипается Кнопка не нормально работает Ну сегодня будут шоу-матчи, ребят Я не знаю, как бы Просто они долго очень пойдут По новому патчу шоу-матчи будут Учая интервью с остатццем Учая интервью с остатццем Какие ты там записи нашел в ГГВФ, я чуть не понял Ну да, кстати Возможно, что Ауткрафт там будет Я понял Сегодняшних Спасибо тебе Субтитры Прослушал первый вопрос, второй вопрос Типа Здесь твой тиммейт Сложнее это или проще Готовиться к тиммейту К тебе Он говорит Когда приобретение было не легко, я думаю, что это довольно тяжело. И даже когда я его играл на сцене, я чувствовала, что Зест показывает другую стилю игры, чем я ожидала. Короче, непросто было подготовиться. Изест сыграл не так, как Статс думал. Ну, конечно, он тоже понимал, что надо что-то придумывать. Время, не застал. Время и не застал. ettiие правилами, я не знаю, что это в результатах. Майкл, где-то не застал. В trzeом матче, у меня несет ничего, что яifully сказал. Но конец высотой, даже когда я играл на трансфиллион, то стал новым слой. И я не знаю, что это было. Короче, Бьян сказал, что лучше вопроса побьет. Вот так вот. Не, но Стат с Бьяном хорошо можешь сыграть, но хз. Да. 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 Короче, говорит, много в Лотвестере со Статцем встречался и очень много ему проиграл. Вот так как это ВЦС, это Блескон, нужно прерывать винстрик. Надеется, Статц, что получится прерывать не винстрик, лузстрик проигрышей череду эту. Субтитры делал DimaTorzok. 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 Сейчас досмотрим вот это все интервью. Короче, сейчас я, кстати, стоп старт сделаю, чтобы врубить все.